Издалека, извините, начну. За последнюю, наверное, неделю я получаю каждый день письма. И вот с утра я опять смотрел порцию писем. Все письма, о которых я говорю, это то, что называется руда. То, что легко объяснимо и опознаваемо. Значит, и, соответственно, у меня не вызывает положительных эмоций. Значит, сегодняшние фотографии, точнее, брюховецкие фотографии, недавние, они, во-первых, у меня производят впечатление как достоверных. Я вижу, что это человек реальный и нет признаков подделки. Ну, опять же, я все говорю с оговоркой предварительное мнение, первичное мнение. Значит, у меня есть сомнения относительно, может быть, самой красивой, как кажется, фотографии. Вот большой диск. Большая тарелка. Большая тарелка. Извините, я как бы для тех, кто не видел на пальцах, объясняю, но я надеюсь, увидите в газете. Вы же, наверное, опубликуете. Значит, вот что касается большой тарелки, у меня есть сомнения, потому что фотография в расфокусе и, скорее всего, это изображение находится не над дорогой, а на лобовом стекле. Что это такое, вот капля или что-то иное, сказать сложно. Большой минус, что это всего-навсего один снимок такой. Если бы он делал снимков много, видимо, это именно тот снимок, который оказался у него в расфокусе. Ну, это нормально для человека, снимающего по дороге. Обычно там какой-то процент, там 10-20% фотографий идет в брак, предыдущий снимок хороший, последующий снимок хороший, а вот тот, который в расфокусе, именно он и хватает НЛО. А предыдущие и последующие кадры его не видят. Точнее, видят, но в другом виде, не в дискообразном виде. Вот отсюда у меня сомнения в том, что дискообразный объект на снимке, он реально существует, хоть где-нибудь, кроме этой фотографии. Но, тем не менее, что касается всех остальных снимков, ну или почти всех, они, наверное, абсолютно реальны. Судя по всему, на них изображены какие-то светящиеся объекты в небе, ну там один или два объекта на разных снимках. Значит, судя по погоде, ну, конечно, это могут быть и НЛО, и шаровые молнии, но, скорее всего, я схожу во мнении, что это шаровые молнии. Что, в общем-то, для любителей, на всякий случай скажу, для любителей НЛО, это в ровным счетом ничего не значит, потому что термин шаровые молнии столь же непонятен, как и термин НЛО. И границу, и грань между ними вообще мало кто может сформулировать и обнаружить. Так что, его можно поздравлять и радоваться, так сказать, за... Ну, я могу продолжить, с вашего позволения, этот ряд. Последних сообщений, крайних сообщений из Краснодара и Краснодарского края, в несколько дней назад, то я могу точно вспомнить дату, может быть, слышали, может быть, читали, над Краснодаром поздно вечером пролетела целая эскадрилья НЛО. Об этом много писали в блогах, в интернете, нам звонили, и, наверное, это сообщение бы у нас прошло под разрядом неопознанным, но так получилось, случайно или не случайно, что именно в эти минуты мы въехали в Краснодар. То есть, мы ехали сюда с Адыгеи, из гор, с Пещерцева, с Дальменов, и в этот момент нам позвонили, я был на улице, все, что мне надо было отойти от уличного подаря, который светил в глаза. Я отошел и тут же увидел эту самую группу НЛО. Действительно, как и описывали люди, над городом летит целая эскадрилья, около сотни белых светящихся шаров, чуть-чуть обгоняют, это я цитирую слова людей, чуть-чуть обгоняют друг друга. В общем, на словах все выглядит чрезвычайно фантастично. И, честно скажу, если бы мне немножко фантазии, я бы то же самое сказал. То есть, я увидел почти то же самое. Слово почти означает все-таки, я нечто подобное уже встречал, поэтому для меня эти объекты опознаны. Это стая белых птиц была, подсвеченная уличным освещением. На фоне темного неба белые птицы, даже рассеянным цветом, то есть не надо думать, что этот цвет городской, он не засвечивает небо, очень прекрасно засвечивает. И если низко кто-то пролетает, особенно если это кто-то белый, то он относительно хорошо виден. Ну, конечно, есть разные обстоятельства, но вот, по крайней мере, на днях были именно такие обстоятельства. То есть, я почти не сомневаюсь, что люди видели то же самое, что и я, но, что называется, ну, сразу непосредственно. Просто в одном случае я понял, что это птица, в другом случае, может быть, у них опыта не хватило, может быть, хотелось, ну, не хочется разрушать легенду. Ну, все-таки гораздо интереснее, когда летают над городом не птицы, а эскадрильи инопланетян. Вот, поэтому тут уж я не буду никого здесь иронизировать, но в любом случае, на всякий случай говорю, что я всем людям, которые я даю сообщения, не важно, эти сообщения подтверждаются или нет, я всем благодарен. Конечно, за исключением тех, кто стремится слукавить и обмануть. Я еще один пример приведу из Краснодарского края, сегодняшнее утро, но это пример скорее негативный, это единственный человек, я не буду называть, делать ему славу Герострат и называть его имя, но у нас на сайте, как бы он засветился, если кому интересно, зайдет на сайт Космопольска. Сегодня утром прислал фотографию красивую, где дискообразный объект висит над деревьями, над какими-то столбами телеграфными, ну и приписка, что, значит, его видело там несколько человек, он уже не первый раз прилетает. При взгляде на этот объект не вызывает сомнений, что это НЛО, ну в смысле классический такой голливудский типаж, тарелочка с башенкой, и что называется, ну все бы хорошо, если бы не одно «но». Из-за большого количества писем, естественно, я узнаю отдельные, так сказать, типичные моменты. Это типичное изображение, которое накладывается там с помощью одной из, даже не фотошоп, еще гораздо проще. То есть производители всяких вот таких девайсов идут навстречу и любителям вот таких розыгрышей поставляют программы, с помощью которых можно в готовые фотографии вставлять изображения НЛО, призраков, там, ну еще целый ряд тебе на выбор, так сказать, дается таких изображений. И люди, которые получают в подарок вот такие дорогие девайсы, думают, что они первые такие самые умные, и присылают, не знаю, на кого рассчитаны такие розыгрыши. Но, тем не менее, так сказать, регулярно мы получаем. Из Краснодара, как бы сказать, вот только сегодня, а до этого из Дагестана, из Кабардино-Балкарии получали. Ну, почему-то юг России как-то полюбил эти девайсы, не знаю, какая здесь связь. Ну, в любом случае, как вы понимаете, есть такие примеры и положительные, и отрицательные. Я уж не могу не вспомнить, раз уж я, извините, здесь, не знаю, какие мне слова выбрать, добрые или нейтральные, но не злые уж точно, чтобы людей не испугать. Я напомню то, что вы, наверное, прекрасно помните. Ну, для вас новости очень быстро сменяются, и, может быть, чуть-чуть подзабыли, что в июне была сенсация в Краснодаре, сейчас я хочу вас вспомнить, сначала, по-моему, в мае была сенсация, что в Краснодаре на улице ночью сняли призрака. Да, мы делали фотографии, мы посылали. Да, я занимался расследованием этой самой видеозаписи, а потом, вот уже в июне, в этом месяце, еще один сенсационный, я возьму его в кавычки, репортаж, случайно, как бы случайно был снят, тоже в Краснодаре, на автостоянке возле торгового центра, значит, группа молодых людей снимает Луну, и Луна сначала ведет себя, как обычная Луна, а потом постепенно, постепенно уходит вверх, влево, и улетает прочь. То есть, конечно, сомневаться, что это НЛО, не приходится. Значит, я думаю, что, скорее всего, снимала и тот, и другой сенсационный сюжет, одна и та же группа. Ну, скорее всего, судя по всему, это люди молодые. И по поводу первого сюжета, а вы могли бы описать саму видеозапись? Она есть в интернете, но если на словах, то сюжет такой, якобы снят на видеорегистратор автомобильный, ну, скорее всего, он и снят на... Это мой друг с ним. Замечательно. Вы свяжетесь с ним. Легко, да. Замечательно. И там останавливается машина, в кадре переходит дорогу, якобы призрак, ну, и дальше видео продолжается. Вот. А знаете ли вы автора вот второго с Луной? Ну, нет, но если вы подозреваете, что один и тот же человек, я, по крайней мере, могу спросить. Ну, да, да, да. Вы только, еще раз повторяю, спросите максимально деликатно, чтобы было понятно, что мы тут не грозились никаких там угрозы, никакие не... Мы чисто, так сказать, любопытно проявляли. Вадим, ну, вот, в принципе, с такими случаями понятно, что их достаточно много, они постоянно приходят, а вот насколько все-таки вот действительно там аномальные все эти явления приобрели на Кубаке... Я запущу пока вот это, да, и в месяц, в месяц, в месяц, в месяц, в месяц, в месяц, в месяц... Ну, скорее всего, не кошачью, или потом вот эту, вот эту, свою, назад. Вот так оставим. Насколько вот действительно, да, там подтвержденные случаи? Ну, круги на полях, в принципе, они регулярно, мы о них писали, да, отдельная тема, а вот всякие вот, да, летающие, неопознанные объекты, те, которые действительно будут подтвердить. Можно я отвечу не эмоциями, там, если я скажу просто много, может быть, это будет кому-то приятно, но это не конкретно. Значит, скажу в следующем, поскольку мы работаем с большими массивами данных, то есть каждый день, там, минимально мы получаем 20-30 сообщений, максимально такие яркие, с насыщенными событиями днями, там, 200-300 сообщений. Как правило, вот эти потоки сообщений, ну, это самые, разумеется, интересные события, но либо это события, связанные с атмосферными явлениями, например, космическими явлениями, например, когда Венера находится в таком максимально удобном для наблюдения месте, на горизонте, как правило, вечерней видимости, в утренней ветке. Либо это дни, когда происходят запуски космических кораблей. Если запуск происходит вечером, когда еще космический корабль, когда взлетает вверх, он подсвечивается солнцем, мы получаем такой дикий поток сообщений, который разгребаем потом годами. Почему? Потому что, конечно, первые сутки быстро с этим разбираемся, и вроде бы эмоции притухают, но потом нам присылают видеозаписи, знаете, вот как тянут кота за хвост. Годами, годами, причем видеозаписи уже с комментариями достоверный НЛО, абсолютно достоверный НЛО, супер достоверный НЛО. А когда открываешь видеозапись, видишь старый знакомый пусковой эффект. Значит, но что касается Кубани, на Кубани достаточно редко видят пусковые эффекты, но тем не менее это случается, и я сам лично видел Гоудонара-3, совершенно, как бы сказать, случайно, в экспедиции в горах мы были, в горной части Краснодарского края, мы не были предупреждены, или, может быть, забыли, что в этот день ожидается. И вдруг, на тебе, несколько секунд, я как завороженный смотрел, как что-то такое летит по небу, прокричал другим, люди, другие сбежали, все смотрели. И вдруг я увидел характерные для пусковых эффектов такие вот выбросы, которые происходят при разделении ступеней. Эти выбросы, безусловно, красивые, и для людей далеких космонавтики, ну, они, мягко рожать, производят впечатление, и это достойно, зрелище достойное. Хотя бы раз в жизни стоит это увидеть. Вот, ну, как только это произошло, стало понятно, что это пусковой эффект. И оказалось, что пуск был в южном направлении, и поэтому, и поэтому виден с Краснодарского края, но не только, и из Турции отдыхающие присылали, и из Сирии, из Израиля, и, там, в общем, с Ближнего Востока все были полны сообщений, причем, ну, самыми разными, включая то, что, там, с Израиля космопоиск мы получали, там, такие статьи в израильской прессе, где это трактовалось, как Божий знак, как какой-то мессия шлет, там, свои, свои длани, простирает над Израилем, но, в общем, одним словом, это имело далеко идущий даже политический потекст. Вот, но это я сейчас говорил о событиях, которые опознаны, неопознанные события тоже случаются, каскадные, когда обрушивается поток сообщений, и вот это самое интересное. Значит, самое-самое интересное за все годы, вот, то, что я, ну, я могу несколькими событиями с гордостью похвастаться, мне интересно не просто сообщение, где я выступаю, как пассивный собиратель информации, не могущий влиять на сами события. Мне это уже давно не то, что надоело, но мне такая роль пассивная не нравится, и поэтому многие годы мы ведем речь об активном отслеживании НЛО в космосе, в атмосфере и в районе Луны. Значит, и что касается Луны, два слова скажу, один год уже действует программа у нас «Лунный патруль», в которой может принять участие каждый желающий, в том числе краснодарские астрономы-любители активно принимают участие в этом, и каждый раз, так сказать, что бы я ни говорил, я подчеркиваю, я там заслугу приписываю здесь не себе, а говорю, что это заслуга всех наших энтузиастов, включая, конечно, кубанцев, и были случаи с Краснодарского края, вот в частности Армавирский, астроном-любитель, наблюдая НЛО в районе Луны, сделал уникальные наблюдения, благодаря которому удалось даже рассчитать расстояние до этого объекта, ну, поскольку, скажу честно, в это время другие наблюдатели в другом месте также видели одновременно с Армавирским. Если бы был один наблюдатель, то невозможно было бы с разных точек собрать в айдино вот эти все данные и вычислить расстояние. Значит, это что касается наблюдений на Луне и в космосе. Что касается наблюдений на Земле, над Землей, здесь тоже уже несколько лет действует программа Уфа-сети. Уфа, понятно, это английская аббревиатура НЛО, сети можно трактовать двояко, кто-то может считать, что это сети, некие ловчие сети, которые мы накидываем, кого-то ловим, а у кого-то будет ассоциация со словом сети английская аббревиатура, означающая поиск сигналов неземного разума. Вот это вот двояко трактование, я считаю, ну, не случайно, я считаю, оба трактования правильны, и ни одно из них я не провергаю. Это и то, и другое я имел ввиду, когда придумал это название. Значит, смысл его заключается в том, что в космопоиске много групп, порядка двухсот, в том числе Краснодарская, Анапская, Армавирская, там, и ряд других, это только по Краснодарскому краю. И когда происходит появление НЛО, вот как было два дня назад над Краснодаром, если сообщение об этом приходит в режиме онлайн, то есть не вчера я видел, не там, позавчера, или там, пару дней назад, как наш ест и товарищ сейчас, это очень интересное событие, но было бы здорово, если бы мы о нем узнали в тот же день. Если бы узнали, то это бы пошло в Уфа-Сети. В зависимости от того, в каком направлении летел этот объект, мы это еще, так сказать, нам еще предстоит это у автора выяснить, в зависимости от этого мы бы предупредили, попытались поднять тревогу в тех группах, в тех городах, которые находятся по трассе движения этого предполагаемого НЛО. Для того, чтобы люди встретили во всеоружии, вот как у него, не как обычно люди видят НЛО, открывают рот от удивления, через пять минут вспоминают, что у них есть фотоаппарат. Это обычно стандартная реакция. А другие в это время, когда слышат от них сообщение, говорят так высокопарно. Ну, это они врут, потому что я бы на их месте сразу бы снимал. Это говорил каждый первый. И в этом случае я всегда говорю, ребята, вот будьте на их месте, тогда вы и проявите себя. Пока довольствуйтесь тем, что сделано. Но, тем не менее, мы стараемся этих людей предупредить, поскольку это все оперативно, и очень часто дело решают минуты, иногда секунды. Иногда это удается, естественно, и в том случае, когда скорость движения НЛО не такая большая. иногда движения бывают очень быстрые и, что называется, видят в лучшем случае хвост уходящих этих объектов. В лучшем случае. Так вот, по Краснотарскому краю получается так, что за год нам удается проследить, отследить таких движений НЛО, когда именно удается, когда и скорость маленькая, когда скорость нашей реакции быстрее их движения. Так вот, таких проводок НЛО в год накапливается чуть меньше десятка подлинных наблюдений НЛО, то есть непровернутых, подтвержденных, порядка 150-200 за год. При этом, легко посчитать статистику, если в день мы получаем 20-30, за год это многие тысячи, ну, получается, что 150-200 сообщений в год, подтвержденных по России и ближайшему зарубежью, это примерно 1-5% от всех сообщений. Для кого-то это покажется мало, чрезвычайно, я считаю, это прекрасный КПД, более чем оптимистичный для сторонников НЛО. Это означает, что НЛО есть, а для скептиков это означает, что мы избавляемся от 90 с лишним процентов шелухи и не отвлекаемся на ерунду. То есть, мы работаем в основном с настоящими объектами. Так вот, из этих 150, примерно 5-10 это те объекты, которые удается отслеживать и передавать от группы к группе. Это самые любопытные, это самые доказательные, это самые информативные случаи. И когда я об этом говорю, я вас и подвожу к мысли, что в Краснодарском крае и плотность большая населения с одной стороны, и плотность групп, в общем-то, групп космопоиска вполне достойная, ну и, наверное, видимо, скорее всего, и плотность появления НЛО очень большая. По нашей статистике Краснодарский край при хорошей обработке материала, при качественной обработке материала НЛО, под этим я подразумеваю то, что мы отсеиваем из всех сообщений, во-первых, отсеиваем брак, отсеиваем недостоверные сообщения, то есть каждому сообщению присваивается коэффициент достоверности и коэффициент объясненности или, наоборот, коэффициент аномальности, это одно и то же. Значит, те сообщения, которые являются утками, всякими розыгрышами и прочим, и прочим, они могут получить коэффициент достоверности ноль, то есть, соответственно, при обработке материала они больше не участвуют. И бывают случаи, когда сообщение достоверно, абсолютно достоверно, вот как в случае с летящими птицами над Краснодаром, у меня нет подозрений, что это была какая-то ложная, намеренная утка, нет, наоборот, совершенно чистосердечно, люди помогали, думали, что это действительно реально не было, поэтому это очень достоверное сообщение, но зато она получает коэффициент аномальности ноль, то есть и в этом случае оно не проходит в дальнейшей обработке материала. Так вот, когда мы убираем самые недостоверные и самые легко объяснимые случаи, то картина, карта активности НЛО резко меняется. Я часто вижу в прессе, в интернете такие достаточно простые, может быть слишком примитивные для меня, по крайней мере, карты активности НЛО. Очень часто. зарубежные это делают очень много раз. Для каждой страны это делают, наверное, или для многих стран. Но все эти карты вызывают у меня большие нарекания, потому что они являются точной калькой карт плотности населения той или иной страны. То же самое касается и карты плотности населения России. То есть если вы без обработки данных размещаете, просто тупо размещаете все случаи появления НЛО на карте, вы поменяете накопление материала, когда у вас материала будет много, в конце концов поймете, что больше всего НЛО летает над крупными городами, над курортами, ну и вообще там, где живут люди. Если уж так совсем точно, там, чаще всего на улицах находятся люди с телефонами, с фотоаппаратами в руках. То есть опять это те же самые курорты, большие мегаполисы. Опять это Краснодар, это опять Сочи, это опять все краснодарские курорты. Что вы хотите? Мне вот сразу вопрос такой, достаточно примитивный мы договорились. Ну это милитарь летая, когда они будут с нами знакомиться, почему они будут на Афарте? Хорошо, сейчас я договорю и наверное из моего ответа на предыдущий вопрос будет подняться на ответ на вас. Так вот, это такое представление, я бы сказал, представление первого порядка. Оно бытует во-первых, большинство начинающих уфологов, во-вторых, в большинстве недалеких телепередач, не будем употреблять слова желтых, наиболее распространенных, то есть передач первого уровня, передач, которые хватаются за первопопавшиеся и говорят, а вот видите, из Краснодара было много сообщений, что это значит? Это значит, инопланетяне интересуются Краснодаром. Ну и дальше, так сказать, перебор вороантов, что в Краснодаре привлекает? Ага, пшеница интересная, ну в общем, подскажите мне еще что может привлечь. подскажите. Вот, 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 вот. Это первый, так сказать, это первый уровень. Молодцы и девушки. Ну, реально мне нравится, я же не буду это опровергать и говорить, нет, это неинтересно, может быть. Есть такой фактор, что просто люди придумывают эти НЛО и вообще это люди все придумали и притянули. Видите, здесь люди, там где люди есть, там и есть придумки, безусловно. И опять мы вы сейчас говорите о тех случаях, которые я называю случаи с достоверностью, с коэффициентом достоверности 0. Ну, кто хочет верить, тому, как бы поверили. да, 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 да. Так вот, когда мы убираем все эти случаи с коэффициентами 0, с достоверностью 0 и с аномальностью 0, выясняется, что на самом-то деле НЛО совсем не стремятся к мегаполисам, совсем не стремятся к курортам, ну и вообще к местам, где много людей. И картина становится, вот как фотографы говорят, негативной. То есть, вместо позитивного изображения, где карта активности НЛО точно совпадает с картой плотности населения, в первом приближении, во втором, получается все с точностью наоборот, так как, как будто бы вы позитивное изображение превратили в негативное. То есть, НЛО стремится в те места, где людей как раз нет. И самые активные места, что в России, что на Кавказе, что на Кубани, это как раз самые малонаселенные районы. Ну, что касается Кубани, в общем, без труда вы поймете, это скорее горные районы. Ну, частично это районы, там, степные, там, уже ближе к Ростовской области, ближе к Сальску, это что касается НЛО. Значит, отвечая на ваш вопрос по поводу встречи, не просто встречи, встречи происходят, встречи происходят много и чуть ли не ежедневно. То есть, если... Вы начали выпить, да? Нет, нет, нет. Давайте вот совсем крайний случай не рассматривать, тем более вопрос с выпивкой, ну, по крайней мере, в наших экспедициях решается кардинальным. То есть, я просто исключаю, без разговоров за нарушение сухого закона, то есть, уровень терпимости к спиртному и наркотикам у нас нулевод. Соответственно, мы сразу уходим от едких таких намеков, что как только выпьют, так сразу видят НЛО. Нет, это исключается. Ну, по крайней мере, подчеркиваю, по крайней мере, в экспедициях. За население я, разумеется, так не буду ручаться, хотя, если честно, в большинстве своем, вот это мое личное мнение, которое можете считать субъективным, оно и является, безусловно, субъективным. Я очень редко вижу случаи сообщений от пьяных и выпивших людей. Очень редко. Причем, бывают случаи, когда видят выпившие, но через несколько минут люди трезвеют от увиденного и, так сказать, пережитого, и через несколько минут, когда об этом звонят, они трезвы, как стеклышки, как священники. еще раз подчеркиваю, вот эти сообщения, вернее, эти намеки, конечно, они в России часто встречаются, и я так или иначе их слышу, поэтому никаких обид я здесь не имею. Я понимаю, у нас есть эта беда национальная, с ней надо бороться, но к нашей проблеме она не имеет отношения или имеет очень малое отношение, исчезающее малое. поэтому если все-таки вернуться к тому, кто видит и как видит, на самом деле видят весь срез населения, абсолютно весь. То есть нет выборки, у меня нет оснований говорить, что вот видят там люди с низким уровнем образованные. проверить, кто видел из присутствующих вот на опознании. Ну, можете, да, если хотите, конечно, поднимите руки, но, наверное, как кто-то будет стесняться. Я видел много, значит, но, чтобы я не выглядел белые вороны, хочу сказать, в этом я не считаю абсолютно ничего удивительного, и мало того, вам всем и читателям говорю, если кто-то хочет увидеть, у вас есть такая возможность, приезжайте в экспедиции Космопоиска, потому что... А как стать членом экспедиции? Без проблем, для начала написать анкету, можно сразу приезжать в экспедицию, ну, конкретно в эти выходные под Новокубанск лагерь стоит, и лагерь, в лагере, ну, в лагерях, вернее, и в этом тоже волонтерская система, то есть приезжают волонтеры, ну, это с современным языком, дальше я произносил слово энтузиасты, добровольцы, и то, и другое, правда. А давайте по поводу контакта все-таки. С единственным условием приезжайте без спиртного, то есть любая еда, там, напитки, чай, кофе, это все ради бога, спиртного, но спиртного ноль. Вот, и в этом смысле рады видеть всех. Значит, возвращаясь к контакту, на самом деле, по статистике, видят все, то есть и женщины, и мужчины, и дети, и взрослые, пастухи, крестьяне, академики, космонавты. Космонавты, это да, Гречка, очень часто видят. Нет, 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 он об этом рассказывает. Гречка, нет, Гречка этот самый, Гречка как большой видит. Слово очень часто, на всякий случай скажу. Космонавтов мы знаем многих, со многими в очень прекрасных отношениях. Многие космонавты с нами принимают участие в экспедициях периодически. Это касается, как космонавтов-пенсионеров, ну, заслуженных ветеранов, того же Гречка, Ленова, и же с ними. Некоторые из них, собственно, являлись родоначальниками космопоиска, то есть, это соучредители космопоиска, официально создана общественная организация, которую создавали космонавты Севастьянов, Береговой, умершие, правда, Гречка, ныне здравствующие до сих пор, ну, и ряд других, весьма, так сказать, известных и уважаемых людей. Но есть среди них и нынешние, так сказать, действующие космонавты, Ланчиков, например, который, вот, я буквально вчера, нет, позавчера мы с ним, мы у нас оказался общезнакомый, мы о нем разговаривали, и я, и другой человек так тепло о нем назывались, я рассказывал, как Ланчиков копал лопатой в нашей экспедиции, на меня смотрели, как на какого-то фантазера, но это правда. Но начальник СПК сейчас заплатил. Бывший. Ланчиков? Да. Ну, это к вопросу не имеет отношения, это к вам. Я возвращаюсь к контакту. Видят все, и это не является чем-то, каким-то подозрением или намеком на слово сумасшествие, пограничное состояние сознания и прочее. Иными словами, вероятность увидеть НЛО, ну, примерно такая же, как вероятность увидеть автоаварию. Извините, потенциально мы все можем это стать свидетелем. Единственная оговорка, кто сидит дома, естественно, имеет шансов увидеть аварию или НЛО. Меньше. Тот, кто находится на улице, больше. Соответственно, получается, что те, кто там, пастухи какие-то или охотники, или грибники, или туристы, или, опять же, члены космопоиска, которые находятся не просто на природе, они находятся в самом ядре, так сказать, активности этих НЛО. Ну, мы лагеря всегда ставим там в самых интересных, в самых активных с точки зрения НЛО местах. Поэтому, увидеть в нашей экспедиции вероятность большая. Как выбираем место? Естественно, за счет статистики. То есть, мы собираем статистику, увидим, где-то, так сказать, явно зашкаливает цифры. И, конечно, у нас возникает вопрос, что там находится. Конкретно, могу ответить, как был выбран лагерь Новокубанский, то же самое статистика зашкаливает по кругам на полях, по плотности, по количеству кругов на полях. Новокубанский район абсолютный лидер, я это с цифрами готов, так сказать, доказывать, абсолютный лидер не только в Краснодарском крае, он во всем советском, постсоветском пространстве, во всей России. Поэтому, когда я так неосторожно или осторожно назвал Новокубанск столицей российских кругов, это было абсолютно правдой. Сейчас я встречаю уже сами Новокубанск, и Новокубанцы об этом иногда с гордостью, так сказать, вворачивают, так, рассказывая, откуда они родом. Вот. И так, соответственно, для начала мы поняли, где-то там надо оставить лагерь, а дальше, когда уже на месте выбирали лагерь, мы руководствовались принципами нам нужно было место, откуда максимально высоко можно видеть окрестности. И оказалось, так получилось, что с разницей в два века теми же самими критериями там руководствовался Александр Сергеевич Пушкин, он искал место, где можно полюбоваться окрестностями Кубани. И мы, и он выбрали один и тот же высокий берег Кубани. Ну, сами понимаете, здесь это не случайность, это просто у нас были одинаковые цели и задачи. Кстати говоря, о Пушкине именно он подсказал Ершову идею сказки об исследованиях кругов на полях. Ершов знаменит свою сказку о том, как ловят, пытаются поймать того, кто делает круги на пшеничных полях, вот эту всю сказку, так сказать, с подачи Пушкина и сделал. Поэтому я догадываюсь, что проезжая по нынешнему Новокубанскому району, он останавливался в Прочнокопской, это самое, так сказать, ядро этих самых событий, вот останавливаясь в этих станицах, он абсолютно, я убежден, он слышал эти все истории про круги на полях, по крайней мере я от бабушек и дедушек, ветеранов, которые еще живут или жили в прежние годы я слышал эти рассказы, как они еще будучи детьми бегали в этих кругах на полях. То есть, вот так вот выбирается лагеря. То есть, иными словами, если кто-то хочет просто увидеть НЛО, ну вот ставить себе такую задачу, я в этом ничего плохого не вижу, ну там, я хочу увидеть там Северный полюс, ну, замечательно мечтали, там, Гималайя или еще что-то, а кто-то хочет увидеть НЛО, пожалуйста, в отличие от Гималаев увидеть НЛО проще, надо приехать в ближайший лагерь космопоиска, если не успеете в Новокубанск вот в июне, приезжайте в июле в Кыштым. Потрясающая история, потрясающее место, не менее интересное, но, что называется, но об этом мы чуть позже. Но там уже был контакт, там был Алешенька, да? Да. Там был Алешенька, да, и как вы догадываетесь, наше присутствие там связано с этой историей. Часто такие Алешеньки? Нет, это уникальный случай, точнее, не единственный, но очень нечастный случай. и вот подобные существа несколько раз встречались в мире, но у нас в России это, пожалуй, единственный эпизод, но, напомню, Алешенька был в Кыштыме не один, и по разным данным разных очевидцев упоминается, от четырех до пяти таких существ. поскольку один, только один, тот, которого назвали Алешенькой, убит, он не умер, он убит, то, соответственно, я склонен считать, что как минимум четыре других где-то, ну, у нас или не у нас, они до сих пор, так сказать, могут и существовать. Это было крушение корабля? Нет, не было крушения. Или внедрение? Ну, мы сейчас, как бы, удаляемся от территориальной, от Кубани, но, понимая, это все Россия, все равно, это все планета Земля. Нет, по рабочей версии, ровно 19 лет назад, ну, имеется в виду, в конце июня 96-го года, там просто сел НО, ну, я, конечно, говорю так, просто сел НО, его, эту посадку видели молодые люди, которые купались на озере, они сильно испугались, потому что там свет фар, свет каких-то прожекторов, какие-то маленькие существа ходят, они вызвали милицию, и милиционер участковый применил табельное оружие, вот, поскольку он стрелял не видя, то есть его всыпили прожектора, поэтому результат стрельбы неизвестен, но, в смысле, он вспугнул их, но сам испугался не меньше, в общем, бедный милиционер, там, конечно, то, что он был в шоке, это сказать это, не сказать ничего, в общем, с этого история начинается, вы встречались с этим человеком? Я встречался со всеми, вообще, эта история очень долгая, и не легенда, а именно достоверная. Нет, там много легенд, но я вам рассказывал историю, как бы, за расследованием, которой я занимался, эта история, так, для тех, кто не слышал, наберите в интернете фильм, художественный фильм, внеземной, этот фильм снят по реальным событиям, но сначала я там был в качестве консультанта, но потом, видимо, я замучил придирками режиссера, ну, я хотел, чтобы он был максимально документален, я сейчас понимаю, что, что мои требования завышены, я же понимаю, что этот фильм художественный, а я, как бы сказать, вот стремился к тому, чтобы он максимально отличал, отвечал, так сказать, моим критериям достоверности, вот, ну, в результате все-таки возобладало, как бы, мнение режиссера, и чтобы таким, как я, не надоедали придирками, что то не так, это не так, он изменил в художественном фильме на одну букву, у него там не Кыштынский карлик, а Каштынский, ну, и, как бы сказать, слегка события изменил, но все там угадывается, там есть главный герой, реально живые, то есть, это прототипы, еще живые и здоровые, там есть главный герой, уфолог Вадим, кстати, там угадывается, так сказать, моя-мая персона, правда, режиссер согрешил против истины, в конце этого уфолога Вадима похищает НЛО, А вы бы хотели, чтобы вас это хоть сейчас? Это ваше будущее. А я бы к вам присоединился на полном зерею. А ну, по вас, я буду отвечать, будут позвонить. Ну, давайте я на этом про фильм замолчу, пусть интрига послужит как-то такой стимулом посмотреть фильм. Я к чему говорю? Фильм, естественно, со своими какими-то художественными ходами. В частности, например, там есть такой ход, который еще не реализован в реальности. Известно, что эти карлики приземлились на НЛО, и этот НЛО утонул в озере. И в фильме этот уфолог Вадим пытается достать НЛО из озера, пытаясь, ну, там краном, в конце концов это удается, они краном вытягивают, и когда вытягивают, выясняется, что подцепили не то, они вытащили вместо НЛО какой-то там утонувший бульдозер. Ну, то ли НЛО есть там, то ли нет, это, как бы сказать, непонятно, но интрига сохраняется. Вот, за исключением этого момента и некоторых других, как бы, все остальное правда. Вот, посмотрите, я честно скажу, я очень не любил этот фильм, потому что мне казалось, режиссер слишком много наврал, но как-то вот я, видимо, немножко подостыл эмоциях, и когда, наконец, я его посмотрел, я поразился, насколько можно без голливудского финансирования, без голливудских спецэффектов, там вообще нет спецэффектов, там все снято на эмоциях. но вот именно вот такая недорогая съемка, двухсерийный художественный фильм, к моему удивлению, подчеркиваю, я ревностно относился к этому фильму, но к середине фильма я начал получать удовольствие, и вот с удовольствием его всем рекомендуют. Хотя он не для широкого проката, он не был в прокате, он лежит в интернете, пожалуйста, скажите. Вадим, так все-таки вернемся к контакту, да, про пиктограмму вы много говорили, да, о том, что в принципе это послание не для нас, когда люди видят, да, вот будем называть тарелки, что это, когда вот вот Алешенька, для кого это, они пытаются выйти на контакт с нами, или что. Вопрос и сложный, и простой. Они хорошие или плохие? Они неплохие. Неплохие. Они неплохие, и я больше склоняюсь, я может быть слишком оптимист, но я считаю, они более хорошие, чем мы. Они умнее? Абсолютно точно. Доводы у меня очень простые, то есть, мои доводы базируются не на вере, то есть, я, извините, как бы не призываю никого верить в свою религию, у меня нет религии, и я никого не призываю, как бы сказать, следовать моим советам, вот, но, но, расспрашивайте, я, честно говорю, у меня логические построения достаточно простые, они заключаются в том, что, если бы существовала какая-то агрессивная цивилизация, которая ставит свою цель наше уничтожение, порабощение и сейчас, и через год, и через два, и через три. Наши вооружения, наши системы контроля воздуха, наше ПВО, наше ПРО и прочее, 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 как показала практика, многочисленные практики столкновений, интересов, когда ПВОшники ловили НЛО, пытались бить, как нарушителя, я сам, бывший пограничник, я сам, так сказать, принимал участие в охране государственной границы Советского Союза и помню прекрасно эпизоды, когда мы на границе, так сказать, пытались задержать это громкое слово, хотя бы опознать этих самых воздушных нарушителей. Силы наши и возможности несопоставимы. И задержать, мы их задержать или сбить имеем шансов не больше, чем, допустим, там муравьи могут объединившись напасно людей победить в какой-то войне. Если человек захочет проложить через муравейник асфальтную дорогу, он это сделает без проблем, без контакта с цивилизацией муравьев, ну, просто потому, что вот у него такой интерес. Правда, если захочет, безусловно, человек может понаблюдать за муравьями, может быть, там экологи скажут, надо муравьину кучу спасти, перенести, со стороны асфальта, там куда-нибудь на природу, может быть. То есть, контакт, в смысле наблюдения одностороннего, контакт между высокоразвитой цивилизацией, я приводил пример, человека, и низкоразвитой цивилизацией, пример, муравьями, возможно. Но, как правило, он односторонен, и, как правило, проистекает по законам и по интересам более высокоразвитой стороны. Вы захотели, вы проконтактировали. Вам надоело наблюдать за муравьями, вы поднялись, взяли свой микрофон и пошли домой. То есть, за нами, как за муравьями, мы не хотим быть муравьями. к сожалению, они нас жалеют, наверное. Нравится вам, не нравится, мне тоже, если честно, не нравится роль какого-то, так сказать, насекомого. Но, извините, я сейчас говорю не о вас конкретно, каждый из вас может быть и достойный человек, но о нас, как, но все вы вместе, когда собираемся в одну цивилизацию. К сожалению, получается все время плохо. Что называется, не будем здесь спорить, включаем в любой день теленовости и получаем такой поток негатива, что касается человечества. Я сейчас не буду разбирать, кто прав, кто виноват. А там, американцы, конечно, всегда виноваты, мы всегда правы. Но, извините, со стороны разницу между американцем и русским, она для нас так же неуловима, как для нас разница между идеологией красных муравьев и черных муравьев. Если они там между собой воюют, мы, наверное, с интересом там смотрим, в смысле, специалисты по муравьям, не все. Остальные просто не понимают, забавную картину какую-то наблюдают и идут дальше. Вот в этом, так сказать, и весь ужас, что мы, как цивилизация, еще не состоялись. У нас нет ни единого правительства, ни единых целей и задач, ни каких-то возвышенных целей и представления о том, как можно дружить, как можно любить на космическом уровне. У нас нет, я имею ввиду, опять же, не всех, не каждого конкретно, я говорю о цивилизации. У нас у цивилизации нет ни одного примера, а я честно пытался его найти. Можете попытаться сами дома это сделать. Я не нашел ни одного примера, ни одного биологического вида, ни одного животного, которого человечество бы не уничтожало в промышленных масштабах. То есть, либо мы уничтожаем все, что движется, все, что живое, все, что шевелит, либо, если мы не уничтожаем это в промышленных масштабах, это означает, что это уже уничтожено. То есть, уничтожать нечего. И в лучшем случае мы помещаем это в зоопарк. Там последние 10 каких-нибудь редких обезьян сидят в зоопарке и уже употреблять пищу мы не употребляем, потому что, как бы сказать, мы озаботимся. Курочек и индюшек, и овечек также в некоторых странах разводят кошечек и собачечек и кушают их, запросто кушают. Это что, вы просто не умеете их готовить. Вот и я про то. То есть, иными словами, если мы, люди, убиваем и едим, употребляем пищу все, что, все, без исключения, где у вас, я имею в виду, у вас, инопланетян, вы прилетаете на Землю, смотрите, как тут обстоит дело у землян, и вы задаете вопрос, вот сейчас мы с ними вступим в контакт, как они с нами поступят? Они нас будут любить? Так пусть они хотя бы продемонстрируют эту любовь, ну на ком-то, как в фильме Гайдая, пусть потренируются хотя бы на кошках. Ну вы полюбите хотя бы кошек, я имею в виду, в масштабах планеты, не в масштабах Кубани. Я понимаю, что, слава Богу, на Кубани кошек не едят. То есть поэтому с нами такими вот примитивными не идут на кота. Вот именно поэтому, понимаете, те представители внеземных цивилизаций, которые прилетают, они не могут контактировать там условно с правительством Кубани. Они не могут... Нет, в том смысле, что это частность. Они даже не могут контактировать с правительством России, с правительством, с представительством Земли, ну цивилизации. Да, может быть и готов, но его нет. Ваши фантазии. Вот это все, что вы говорите. Безусловно. Это мои предположения. Это реальность. Воды фантазии. Не реальность. Предложите другую версию. Я буду рад, если вы скажете, что это неправда, потому что они хотят с нами контактировать. Я был бы очень рад, чтобы вы оказались правы. Это да. Но подчеркиваю, когда я ставлю вопрос по-другому, вот вы ставите вопрос, почему они с нами не контактируют, а я ставлю вопрос наоборот, а почему они должны с нами контактировать, и назовите мне хоть одну причину. Ну, раз они к нам прилетают, значит, мы им чем-то интересны, иначе они перестали прилетать. Интересны. Перестали. Но слово интересны не означает желание контактировать. Мало того... А может, они просто экскурсии сюда? Может быть. А может быть, это студенты, которые пишут курсовые работы на тему психологии диких земля. можно вопрос к этому? На выходной был фильм «Район телекосмические истории». Вы консультировали этот фильм, там присутствовали, он раньше снят, да. Фильм о роли Юпитера в Солнечной системе, о роли Луны. Есть такой? Да, вот, наверное, вы вспомните. И там идет разговор, что земля это некий искусственно созданный полигон, на котором выведено человечество как эспиринентальный вид, периодически уничтожающийся, имеющийся другими. То есть, там, великий поток, условно говоря, обледение, и все-все-все. Как-то прокомментируете вот это. То есть, кто-то вот специально создали, чтобы на что бы наблюдать. Я, короткое отступление, я, естественно, несу ответственность за каждое мною сказанное слово, но за мнение режиссера, безусловно, это мнение режиссера. Вот. Я в чем-то его могу разделять, в чем-то не разделять. Что касается, вот вы перечисляли, там, роль Юпитера, роль Луны, это, это я считаю, объективный факт. Охранный. Ну, может, можно спорить, это случайно получилось или естественным путем, или искусственным, но спорить о том, что это есть, уже не надо. Значит, это первое. Второе, что я считаю фактом, мы, мы, в смысле жизни на Земле, безусловно, произошло из космоса. Почему? Да потому, что кометы, которые периодически падают на Землю, причем, не просто в какие-то допотопные времена, да, и тогда тоже, они постоянно падают. И крайнее падение кометы, крайнее, я имею в виду, по хронологии, которое привело к эпидемии, эпидемии, то есть падает ледяное тело, и на этом месте начинается какая-то эпидемия, которая, правда, через некоторое время, сама собой, да, там, медики лечат, или там, делают вид, что лечат, или наблюдают, но эпидемия, сама собой, через некоторое время сходит на нет. Вот такие случаи были, навскидку, в 2002 году, на территории России, Иркутская область, и на территории Китая, когда падало кометное тело, несколько обломков, кометного, Витимского тела, и эти обломки, там, где они упали, вот, четко на этих местах возникла эпидемия, вспомните, недалеко от прошлого, 2002-2003 год, эпидемия атипичной пневмонии. Она возникла неоткуда, и неизвестно куда, исчезла. Больше, знаменитый вирус, знаменитый вирус, это не оговорка, знаменитый вирус, это не оговорка, да. Вирус, вирус, вот этот вот, он тоже, не знаю, не знаю, почему, почему, потому что, с кометой Витимской, что называется, я своими руками, своими глазами, это все видел, и мы искали, и нашли это тело, связь между эпидемией, и падением, там совершенно четко, чем ближе к эпицентру, тем, там, ярче заболевание, и, чем ближе к эпицентру, тем, сдвигается, пик, по временной заболевании, вот, как движется, волна, расходящаяся, воды, например, вода течет по реке Витим, попадают водозаборники, и вот по мере того, как она попадала, возникали эпидемии ниже по течению, тут настолько очевидная связь, что только, вот, человек, который не хочет это замечать, будет это отрицать, тем не менее, тем не менее, ученые прислушались к учению? Да, ученые, может, и прислушаются, но, когда я на пресс-конференциях, в Иркутской области, в Москве, вы думаете, я молчал, очень много говорил, когда я говорил, вот, об этой эпидемии, понимаете, это вопрос, из, из плоскости научной, правильно, плавно переходит в плоскость, практическую, плоскость хозяйственную, политическую, и, естественно, каждый думающий человек, задает вопрос, а что делать дальше? Надо же людям помогать, надо либо посылать туда медиков, либо там, вывозить их, либо завозить туда воду, чтобы они не пили эту кометную воду, с примесью непонятно чего, нужно, в конце концов, послать туда, там, специалистов по заболеваниям, по вирусам, по микробам, и так далее, чтобы понять, что вызывает, то есть, короче говоря, это стоит денег, а вот, сказать, да, чертогов все придумал, он вообще, так сказать, там не был, и он в этом не разбирается, да кто он такой вообще, чтобы говорить о том, что там началась эпидемия? Он что, вирусовок? Нет, конечно, нет, я специалист по космическим летательным аппаратам, я в вирусах не разбираюсь, но сложить два и два, и сказать, вот, 24-го упала комет на тело, вот его ледяные обломки, которые тают, 25-го начинаются в ближайших поселках, первые заболевания, сначала заболевания суставов, через три дня заболевания сердца, а через семь дней, это четко период, сколько требуется в воде, пройти до водозаборника, через семь дней начинаются заболевания нефрологических почек, эти заболевания длятся ровно столько, сколько длится судоходство, то есть, как только река встала, затянулась льдом, заболевания прекратились, после весеннего половодия они снова возникли, ну, какая тут нужна уже, так сказать, какие еще нужны доказательства, чтобы сказать, что есть эта связь, то есть, иными словами, для меня, эта связь очевидна, подчеркиваю, я сейчас говорил об одном единственном эпизоде, но я готов говорить о десятках эпизодов, просто этот эпизод, он яркий, он еще, так сказать, свежий, более свежий, но менее доказательный, случай падения в Перу в 2008 году, я очень надеюсь, что мы осенью попадем в Перу, на эту воронку, я как бы опасаюсь сейчас давать какие-то обещания, потому что представляю, как только узнают, что мы едем изучать эту воронку, там упал в 2008 году какой-то метеорит, я считаю, что он был ледяным, и местные власти, местные жители забросали местные власти требования немедленно лечить местных жителей, потому что началась эпидемия, а местные власти сказали, давай все выдумали, у вас психоз, просто психоз, ну не может 200 человек заболеть там какой-то болезнью, неизвестной болезнью, просто из-за того, что где-то упал в пустую, не знаю, не в горах, а в предгорье, где-то упал метеорит, я сколько случаев слышу о падениях метеоритов, вот вспомните хотя бы в Челябинске нашумевший, вы что-нибудь слышали об эпидемиях в Чарльзе, не было, чего не было, того не было, да потому что он не был ледяным, мы тоже искали этот метеорит, мы знаем куда упал самый большой кусок, не тот, который подняли из озера Чебаркуль, это четвертый по величине кусок, а три больших по размеру улетели дальше, мы их искали долго, да, там были пострадавшие, ну там осколками посекло, там упали, голову ударились, очень много травм было, но ни одного человека не было, который бы заболел из-за психоза или еще каких-то, так сказать, сложностей восприятия этого метеорита, и если 200 человек в деревне, рядом с которой падает ледяной метеорит, вдруг заболевают, у меня есть подозрение, что они заболели не от психоза, но еще раз говорю, вот эти скользкие вещи, они вполне нормальные с точки зрения науки, я не стесняюсь и каждый раз, так сказать, иду на обсуждение, я готов обсуждать с любыми учеными и нормально отношусь к чужому мнению, если я считаю это так, а другой ученый говорит, приводит доводы, что это не так, пожалуйста, но когда в спор вступают чиновники, понимаете, спор из чисто научного перерастает, извините, просто переход на личности, потому что принимать мою точку зрения естественно невыгодно, это означает надо, извините, что-то делать, а чтобы ничего не делать, проще назвать оппонента дурахом. Вадим, а были случаи, когда принимали вашу точку зрения? Были. Были. Пример приватить? Вот совсем недавно, ну, естественно, есть и положительные и отрицательные, что касается недавнего, я не без горлости говорю, уже много лет я на Кубани, в том числе на Кубани, в том числе на Кавказе пытаюсь спасти для науки, для истории каменные диски. Периодически находят в разных концах цвета и на Кавказе тоже находили и в Китае находили. Непонятные каменные диски вот примерно такого диаметра от такого до максимально трехметровых по форме они напоминают классическую летающую тарелку, действительно похожие, положите рядом каменный диск, это древний каменный диск и каноническое изображение тарелки, что называется найдите три отличия, вот так можно поиграть в такую игру, вот, фотоснимки их сохранились, но сами диски постоянно исчезают в неизвестном направлении. Ну, я не буду сейчас фантазировать на тему теории конспирологии, кому выгодно или кому не выгодно, может быть все банально, допустим, выбрасывают их или продают или еще что-то, вот, но тем не менее, вот много лет пытались, я пытался их хоть как-то спасти, и вот надо же такому случиться, в конце концов, такая челночная дипломатия, я договаривался с несколькими сторонами, и с чиновниками, и с руководством местного музея, речь идет, к сожалению, не о Кубани, вот это удалось сделать в Кемерово, в Кемеровской области, вот я с руководством Кемеровского музея договаривался, и с теми, кто, ну, как сказать, кто нашел этот диск, а нашли этот диск на карьере, в угольном разрезе, и, ну, поначалу очень нехорошо относились к этой идее, что они хотели с ним сделать, я сейчас не буду комментировать, но за месяц такой челночной дипломатии, убеждений, что-то, что-то, так сказать, видимо, видимо, я нашел какие-то, так сказать, нужные аргументы, и удалось сделать, и этот диск подарили, то есть, я всегда иду на то, чтобы не себе это присвоить, а чтобы подарили музею, меня устраивает, если какой-то артефакт находится в музее, ну, потому что музейные работники у меня вызывают доверие, ну, вот, в большинстве своем это такие честные люди, которых, я шучу, но это правда, к которым, если что-то попадает, они больше это не выпускают из рук, это нормально. Вот вы говорите, да, разные экспедиции по России, Перу, там, Америка и все прочее, естественно, возникает вопрос, а каким образом все это финансируется, потому что собирается, ладно, не будем, да, волонтеров трогать, которые там местные приезжают, но приезжают же люди, да, члены космопоиска, откуда деньги? Вопрос очень, на самом деле, непростой для нас самих, естественно, денег всегда катастрофически не хватает, потому что, если бы было, ответ очень простой, если бы было финансирование, то, поверьте, исследования были бы на порядок больше, то есть, у нас нет, допустим, мобильной лаборатории, автомобильной, а она катастрофически нужна, чтобы вы не привозите пробы в рюкзаках в Москву и там делать анализы, чтобы делать на месте, чтобы оперативно там приезжать на месте, устраивать видеонаблюдение, ну, одним словом, у нас очень много не хватает, поэтому вопрос, откуда финансирование, ответ очень простой, его просто нет, то есть, это, или ответ другой, это самофинансирование, что касается России, наверное, здесь вы поверите, а кто не верит, к слову сказать, постоянно, все время, мне пишут люди, которые подозревают, что там, то ли я работаю на спецслужбы, то ли спецслужбы работают на меня, я понимаю, что доказывать очень, можно очень долго, и чем больше доказываешь, тем больше начинают поздравить, поэтому я этих людей просто приглашаю, приезжайте к нам в лагерь и поговорите с людьми, которые долго принимают участие, если хоть один из них не засмеется при вопросе, вот при таких подозрениях, то я, как бы сказать, поверю в вашу правду, значит, это что касается России, волонтерское движение не надо недооценивать, почему, потому что, если каждый из нас не может позволить себе приезжать туда, куда надо, у нас у каждого свои сложности, работа, учеба, дети, и так далее, не буду перечислять, у каждого, но за счет большого количества людей, у нас тысячи людей, каждый раз экспедиция набирает нужный состав, нужный контингент, просто это закон, работает закон больших чисел, что касается экспедиции за рубежом, то здесь, конечно, сложнее, тут требуются деньги на визу, на перелеты, и так далее, но здесь, либо мы стараемся сэкономить на всем, что можно, мы не останавливаемся в трехзвездных, вообще в отелях не останавливаемся, у нас есть тысячезвездные палатки под полным звездным небом, нас этот комфорт устраивает, и в принципе, там экономия, на чем-то экономия, передвигаясь, где надо стопом, где надо, другими средствами, мы очень здоровые экономики, поверьте, так сказать, можно сделать и экспедиции через всю Европу, экспедиции через всю Евразию мы делали, просто вот привлекая волонтеров, студентов, и они за время летних каникул вместе с нами это делали, и потом удивляя своих состоятельных соседей, которые говорили, да я сколько коплю денег, никак не накоплю, чтобы в три страны съездить. многих известных людей, вы же лично знаете, смассеры помогают? Вот такие случаи бывают, но очень редки, и как правило помогают, ну это называется целевая помощь, не просто вот вам мешок денег, и делайте что хотите, а вот я вижу, что вы молодцы, что вот вы делаете это, хочу вам помочь. Такое бывает, но это не носит системный характер, и подчеркиваю, я в этом плане, в этом есть свой минус безусловный, я сказал там, не хватает этого, не хватает того, ну список того, что не хватает большой, но есть и плюс, дело в том, что некоторые, если не многие, понимают спонсорство как некий способ управления, и спонсорство в науке вообще это вещь очень нехорошая, и фактически означает исчезновение науки как таковой, непредвзятых исследований. Плоды этого мы видим ежедневно с экранов телевизора, когда доктора наук говорят, что вот именно этот зубной порошок, как показали научные исследования, самый лучший в мире. На самом деле, как мы понимаем, это не наука, и это не спонсорство, или точнее это то спонсорство, которое вредит, которое уничтожает науки. То есть, если появляется какой-то спонсор, а такие спонсоры периодически появляются, которые говорят, вот вы знаете, наша замечательная, самая лучшая в мире партия берет над вами шества, вы там не будете знать ни в чем проблем, будете кататься как сыр в масле, но, пожалуйста, поддержите нас на выборах. Я говорю спасибо, я, конечно, вас, может быть, морально разделяю ваши какие-то взгляды политические, особенно, когда вы говорите о хорошем, но мы не политическая организация, и я строго за этим слежу, мы стараемся не участвовать ни в каких, так сказать, политических распри, и даже больше скажу, для нас это очень тяжело, потому что порой в нашей организации находятся сторонники геометрально противоположных взглядов, но тем не менее внутри вот это жесткое правило отсутствие спиртного и так далее, отсутствие политических разногласий, споров, все-таки сдерживает людей, и я не с гордостью скажу в свете последних событий, что нам удается сотрудничать например с украинским космопоиском, то есть есть космопоиск, он формально подчиняется нам по всему миру, более чем в 40 странах, и в том числе на Украине, в том числе у нас есть космопоиск в большинстве западных украинских городов, в Киеве, во Львове, в Одессе, в восточных украинских городах, и несмотря на мягко выражаясь тяжелую острую политическую ситуацию, уже там говори, назовем вещи своими именами, идет война, несмотря на это космопоиск сохраняется, хотя это нам дорогого стоит, то есть вот такое спонсорство политическое кураторство, или я не буду называть эти партии, как бы это не столь важно, или спонсорство, когда какие-то богатые люди хотят попросить нас, чтобы мы так сказать как-то где-то солгали, то есть я готов, я приветствую тех спонсоров, которые не требуют в ответ, условно говоря, присмыкаться и это государство, а государство разве не финансирует? оно у нас не обязано финансировать, для справки, для справки, сейчас государство многие годы сокращают академические учреждения, причем сокращают на порядке, и в такой ситуации говорить, поднимать вопрос о финансировании еще какой-то там организации, но это бессмысленно, поэтому роль государства здесь я называю просто спасибо, что не мешают. Вадим, а это ваш единственное место работают или вы еще практически? Я на самом деле я понимаю подтекст вопроса где я зарабатываю деньги, в Космопольске я не заработал ни копейки и не стремлюсь к этому, я к слову сказать, ЮНЕСКО меня в свое время называло самым удачливым поисковиком метеоритов в мире, при этом это очень прибыльный бизнес продажа метеоритов, но при этом профессиональные поисковики метеоритов как бы сказать относятся ко мне с пренебрежением потому что я не продал ни одного метеорита за всю историю. А в коллекции дума собираете а потом раз я дарю я дарю но при этом ЮНЕСКО по своим канонам понимаете считает меня самым удачным то есть на этом я тоже не зарабатываю на артефактах на науке я считаю не то что это грешно может быть вы подумаете что я чудак или там какие-то мои религиозные представления нет я очень прагматичный человек и достаточно далекий от религии хотя очень уважающий очень толерантный человек но я как прагматичный человек считаю что смешивать коммерцию и науку категорически нельзя то есть это либо одно либо другое если ответить на вопрос который вы не задали у меня есть пенсия у меня я пенсионер давным-давно и я зарабатываю на книжках я пишу книжки вот в этом году у меня вышло две книжки одна в мае вышла а вторую я купил вчера на улице красной в краснодаре купил в смысле я первый раз ее увидел я даже покажу как она выглядит она вышла вот в тот момент когда я был вы ее наконец-то увидели правильно вы ее наконец-то увидели да я первый раз ее увидел вчера и купил за свои деньги вот вот она как бы отпусти по рядам пожалуйста я купил последний экземпляр поэтому мне сказали в других магазинах краснодара на них Вадим а у меня вот такой вопрос ну вы да много экспедиции да НЛО и так далее неопознанные египетные и прочее а был ли вы боитесь вот эти это же опасно для них опасно чупакабры там гейтси и прочее увлечение аномальными явлениями не всегда полезно для здоровья ну взгляните на мою прическу это одно из доказательств что а у вас была огромная борода черная борода вернется но то что она я ее не брил это одно из последствий того чем я занимаюсь ну я уверяю месяца через три борода снова отрастет ну вот эти явления действительно иногда опасны понимаете что иногда волосы выпадают из-за внешних воздействий это одно из доказательств которыми я если честно я не козыряю поэтому я так это лично вам отвечаю значит да есть опасности и есть опасности как бы непознанные то есть действительно непонятные есть опасности понятные ну там разного рода излучения которые я имею понятны для науки и прежде чем лезть поперек батьки в пекло я 10 раз нотации технику безопасности прочитаю людям то есть те кто приезжает к нам можете отпускать детей подростков безболезненно потому что мы их как бы сказать напрасно куда-то в дыру не засунем и первыми всегда пойдут опытные люди вот но тем не менее всякое бывает ни одного человека я постучу конечно по дереву так как нерелигиозный человек но на всякий случай все-таки стоит ни одного человека в экспедиции мы не потеряли но вне экспедиции бывало разное ну я имею в виду в жизни и тут от этого избавиться нельзя у нас все-таки тысячи человек и там кто-то погибал я имею в виду вне экспедиции это такое было вот это случается и вот совсем недавно к слову сказать мы потеряли не члена космопоиска а нашего одного из важных информаторов то есть сами понимаете далеко не все мы находим сами много что нам сообщают ваши читатели ваши зрители ну и ваши земляки сообщают естественно по ну по велению сердца то есть естественно мы никому не платим сразу говорю и мне присылают много там метеоритов или там артефактов когда начинает разговор вести о деньгах я его прекращаю сразу мы я еще ни одному человеку не заплатил ни одной копейки за метеорит там или за артефакт и но и сам не получил ни копейки поэтому как только человек заводит разговор я вам продам разговор прекращается либо вы дарите и тогда я понимаю что что вы это делаете не для так не для не для наживы не для что это не обман какой-то а ведь пытаются втюхать разное думают что ну не знаю что думают в общем такие варианты не проходят так вот информаторы у нас самые бескорыстные как вы догадываетесь и это люди перед которыми надо десять раз сказать спасибо и склонить голову за вот такое дело иногда это информаторы которые идут сообщают нам вопреки как бы желанию окружающих иногда нам сообщают такие вещи там из горных аулов где люди идут на это вопреки мнению общественности а сами понимаете это очень дорогого стоит это не то что там в обычном мегаполисе где каждый может высказать все что хочет вот и иногда информаторы идут действительно с риском для жизни и в качестве такого не очень конечно радостного примера могу привести в этом месяце мы потеряли такого очень важного свидетеля в Кабардино-Балкаре звали его Артур Жебухов значит это человек который первым нам подсказал где находится подземная древняя мегалитическая пещера шахта сделана в древности скорее всего это шахта ровесник краснодарских дольменов то есть это один и тот же мегалитический древний период только эта шахта сделана по тем же технологиям может быть тот же возраст наверное конечно назначение несколько разное но в любом случае это очень потрясающая находка и мы его продолжаем раскапывать продолжаем исследовать но а этот свидетель он продолжал тоже искать другие интересные находки вот он сообщил нам что нашел еще что-то интересное и мы с ним договорились встретиться в июне сейчас из-за чего я кстати игре в Краснодаре а не в горах потому что за день до нашего приезда туда его просто убили значит бытовая это случайно смерти не случайно пусть выясняет полиция но у меня конечно есть определенные сомнения что это смерть случайно ну человек работает сторожем в горах своей машины у него нету он отправился его отвезли на работу он сидел должен сидеть ночью в горах вместо этого в десятках километрах от этого места его труп находят сбитым на дороге то есть как бы машина его сбивает на автотрассе как он там оказался большой-большой вопрос ну вот еще раз подчеркиваю пусть разбирается полиция вот это к вопросу о безопасности безусловно это это ну не то что опасно я не преувеличиваю и не применьшаю опасность бояться я никого не призываю если кто-то ищет приключений в первую очередь молодежь естественно я глубоко убежден чем просто бродить как турист как обычный турист посмотрите направо посмотрите налево туристы тоже рискуют не меньше порой а то и больше чем мы хотя бы потому больше они рискуют что у что у большинства туристов нет сухого закона а у нас сухой закон и сразу половину всех бед связанных с этим делом мы не испытываем поверьте так сказать я вижу примеры где люди параллельно с нами с нами стоят лагерями параллельно с нами идут в походе и я вижу проблемы которые они имеют у нас этих проблем нет хотя бы их вот ну остальные есть ну я считаю если молодой человек да не важно там молодой если он молодой душой человек это может быть в 70 лет рвется ищет себе на одно место приключений то мое личное убеждение пусть он делает лучше с пользой для для науки и так и так рискованно но в одном случае это будут его личные как бы сказать риск непонятно ради чего а в другом случае хотя бы понятно для чего вадим а как вы относитесь к экстрасенсам если у вас вот такое вот больше рациональное восприятие всех этих явлений аномалий то у них ментальный контакт происходит они видят этих привидений они по разному называют но тем не менее есть и нет значит в любой профессии вы не будете отрицать в любой какую бы мы профессию вы не взяли ну я не рискую сейчас разбирать профессию журналиста чтобы не говорить о присутствующем я говорю абстрактно о любой профессии всегда есть мастера своего дела ну и условно говоря и все остальные понимаете и мастера это маленькая толика вот этой когорты этой категории людей если все с этим согласны ну мы всегда это видим в любом обществе в любой профессии в любом коллективе если все с этим согласны почему же мы относимся к экстрасенсам с другими представлениями безусловно среди них есть и такие и такие как естественно вы догадываетесь что чаще всего когда вы открываете рекламные газеты и видите рекламные эти самые призывы приворот 200% предоплата сразу ну это не то а вот битва экстрасенсов я это шоу это больше шоу значит я принимал участие если там некоторые даже помнят наверное самый первый как жюри на всякий случай я себя не позиционирую как экстрасенс как жюри да меня приглашали наверное еще в силу того что я не предвзятый человек и никогда никому не подслуживаю вы были скептиком или вы были почему я себя я себя не называю скептиком знаете когда я в коллективе скептиков я выгляжу скорее пропагандистом сторонником НЛО а когда вокруг меня одни сторонники НЛО я выгляжу на их фоне скептиком но на самом деле вы реалисты НЛО да я реалист и был им и остаюсь хотя конечно же романтика в душе еще тот понятно но тем не менее так сказать осторожный реалист так вот я принимал участие как жюри как член жюри в битвах экстрасенсов первых в первых это было еще невинно и непорочно и еще так сказать там не устоялись определенные связи определенные как бы это сказать модели поведения да которые в принципе наблюдачного человека они читаются там конечно есть игра и очень здорово но тем не менее тем не менее поскольку там принимают участие ну там есть и подставные люди условно говоря те кто на шоу работает есть и реальные люди таланты таланты и вот говоря о талантах здесь безусловно мои какие-то скептические такие наменки неуместны с талантами я стараюсь дружить их уважаю и даже они некоторые из них принимают участие в наших экспедициях это не является секретом просто я это не афиширую может быть ну как бы спросили я отвечаю а кто из них дружит с кем дружит с талантом кому обращаться нет это лично пока вы не сказали кому обращаться я это не для конец это вообще таланты те кто не не берут деньги это очень важный критерий если все разговор закончен ванге тоже и без куран было все это законно но она предсказана нет нет с вангой она ни копейки не было это это уже вокруг ее развился бизнес сама ванга ни копейки денег в руки не брала это было кстати говоря одно из важных ее условий она брала если точно кусочек сахара и тут для того чтобы кусочек сахара чувствуйте разницу не деньги не не что-либо если экстрасенс берет там в деревне яйца или картошку это тоже не является гонораром за его это благодарность как со взяткой и вот в отношении этих бескорыстных людей мои какие-то намеки если вам покажется что я что-то там грязно намекаю исключено в отношении этих людей я ничего плохого сказать не хочу если же да и вы видите рекламу в рекламных буклетах если там есть прескурант если есть обещание 200% все дальше разговор я просто не хочу об этом даже говорить что они там делают какие энергетические хвосты обрезают это из области анекдотов это уже не наука но тем не менее мы же с вами сейчас говорили не об этой категории мы сейчас говорили о талантах таланты есть и таланты надо беречь потому что вы знаете продолжение потому что бездарности пробьются сами значит могу сказать сюда мы допустим космопоз приезжал с некоторыми из экстрасенсов там Воротникова это одна из победителей избитых экстрасенсов например многие годы там просит меня Вадим позови меня на круги на полях ну иногда я вспоминаю зову но человек занятой ладно и что она говорит разно 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 он превелечит но он называет одним из лучших своих друзей я тоже могу взаимно то же самое сказать я его очень сильно уважаю и должен заметить в некоторых случаях его помощь была хорошей очень своевременной это талантливый человек но еще на всякий случай опять же говорю даже если человек талантливый даже если он вызывает у меня полное доверие мы ведь говорим сейчас о настолько тонкой материи которая не отработана до уровня там до уровня точных технологий это в технике технологии нажал на кнопку получил результат и то то компьютер глючит то то телевизор глючит все глючит техника глючит а человек настолько тонкая настолько совершенно техник извините не техника механизм и причем не изученный механизм конечно человек глючит не меньше поэтому к сожалению экстрасенсы хотя и безусловно талантливые но стопроцентный результат как в шоу а там ведь нужно конкретно ответить вот тема а вы будьте любезны сейчас причем там есть у вас настроение выспались вы или не выспались специалист вы в этом вопросе или не специалист или первый раз вот это уже никого не касается когда я участвовал в качестве жюри были случаи когда какой-то экстрасенс говорил вот вы извините по-честному я не могу работать в темноте но вот при свете солнца так получилось много времени тратится на одного человека пока до него очередь дошла там видимо бросали жребий кто за кем пока до него очередь дошла солнце село он говорит я не могу все приплыли ну что шоу как-то это обыграли но я как бы сказать к этому человеку отношусь с доверием потому что по крайней мере он сказал честно он не играл он не играл на публику а как вы думаете Иисус Христос инопланетянин хороший вопрос я не хочу одно из моих я на все вопросы готов отвечать но я очень не хочу кого-либо поучать тем более в плане религиозных личный ответ да я на тему религии готов говорить очень много но не готов не хочу навязывать свою точку зрения если меня спрашивают как в качестве личного совета да я готов с вами поговорить но если меня спрашивают в качестве интервью вот меньше всего я бы хотел как батюшка или как как мессия нести как бы сказать пастве информацию я знаю истину субъективно просто не хочу говорить я имею в таком формате в личном формате пожалуйста еще раз говорю вот те вещи которые нас разделяют нас человечество я я считаю ну я не в праве их поднимать это политика и религия к сожалению хотя много говорят религия это там учит нас доброму и хорошему я не спорю каждый по отдельности да но и но ведь и политики тоже учат нас хорошим но так получается что когда они вместе собираются я имею в виду политики и религиозные деятели обязательно то война то то кризис то кризис то война поэтому давайте немножко отойдем от этих вопросов хотя лично подчеркиваю лично я готов со всеми поговорить а с теми кто очень хочет пообщаться на тему религии подчеркиваю я не не воинственный атеист и я не пропагандист ни одной из битвей религии я стараюсь от всех дистанцироваться но если кто-то со мной хочет поговорить о милосердном боге я я говорю я готов с вами говорить давайте пойдем продолжим этот разговор в детском онкологическом отделении это такое место где разговоры о милосердном боге бывают такими жесткими что как бы это не разговор за уютным креслом у нас здесь в уютном помещении это очень серьезный разговор и от них волосы у людей ставят дыбом от таких вещей поэтому давайте его оставим так сказать для более уместного случая с вашего позволения я очень давно пытаюсь задать вопрос оказалось что я журналист просто не ваша задавайте Александр Дуркин я сейчас представлюсь как независимый журналист говоримся к тому что у нас объединяет а не разделяет это контакты тема контактов она развилась но немножко не ну как мне кажется ее можно чуть шире есть такая терминология близкие контакты первого рода близкие контакты второго рода секундочку близких контактов первого рода не бывает здесь просто контакты первого рода когда у нас есть какие-либо следы пребывания отметины там ссадины у тех кто наблюдал допустим и третьего рода когда говорят что я с ними вот прям общался или меня похищали и тогда вам наверняка в качестве собеседников попадались те люди которые утверждали что у них были контакты третьего рода вы бы могли сказать как выглядит в целом картина такого человека то есть о чем он рассказывает могу но и второй вопрос где вы научились рисовать ну второй вопрос совсем простой сам по себе дома рисовал в смысле ребенком рисовал и с детского сада меня никто не учил поэтому все кстати все свои книги я естественно иллюстрирую сам там все а можно еще раз пожалуйста пожалуйста я стараюсь но это просто значит теперь что касается первого значит да очень часто может быть не каждый день но через день я встречаю людей которые как правило не рвутся не рвутся за известностью то есть они не стремятся как к глазке и они хотят просто знать вот что произошло лично с ними таких случаях очень много подчеркиваю и для тех кто не интересуется эти случаи скрыты и когда я там роняю такую фразу что это происходит часто даже люди которые меня знают возмущаются как так часто мы вот рядом с тобой мы вроде бы как бы сказать видим слышим то же самое что и ты но мы не видим это ответ очень простой это личные вопросы которые как правило задают наедине и задают очень часто подчеркиваю вот после вчерашней нашей жизни потому что боятся это не то что боятся это интимный вопрос интимный не в плане там мы могли подумать там сексом стопусом связано интимный потому что действительно человек хочет разобраться что с ним произошло это его личная проблема он понимает мало того он понимает что огласка этой проблеме даже что среди близких что среди изменения отношения людей конечно конечно и это и это часто бывает и поэтому проще им рассказать мне поделиться со мной чем там соседями и и родственниками вот так вот после нашей встречи мы вчера на коротке пересекались днем вечером у нас был доклад а после доклада ну это опять же такая традиционная традиционная вещь после доклада когда уединяешься кто-то подходит и начинается уже разговор более конкретно вот примерок о том о чем он говорит и после доклада был один человек только сразу говорю как у врачей существует врачебная этика и врачи не выдают имен и фамилии своих пациентов точно так же я никогда не сколько бы вы не спрашивали не скажу до тех пор пока человек сам не сказал вот так вот вчера был разговор с человеком жителям краснодара как несложно догадаться его женой которые рассказывали вот что это привиделось люди кстати грят очень рациональные абсолютно далекие вот но не то что далеки ну по крайней мере не сумасшедшие как можно было подумать очень трезвомыслящие к слову сказать очень трезвый очень здоровый образ жизни у них здоровая семья там дети и так далее все все замечательно но вот их гложет одна проблема что что постоянно что-то жене снится что-то такое что-то она видишь что-то что-то такое случается какие какой-то инопланетянин там во сне был ну дальше я сейчас не буду переходить на одночасные случаи я сейчас уже попытаюсь обобщить таких случаев и я вижу часто и очень часто ну я не люблю как бы играть в какого-то всезнающего такого пророка и заранее говорю я не экстрасенс но иногда я вижу что человек слишком мнется слишком там тянет со своим рассказом не может подобрать нужные слова иногда я его прерываю на каком-то месте и говорю да давайте я сейчас вот с этого места начну рассказывать что дальше с вами было и начинаю рассказывать и вижу глазу как округляются глаза этого человека откуда вы это знаете да объяснение очень простое это все типичные случаи вот те же об этом и как выглядит типичные случаи а вот здесь опять же это во сне или в реалити это как память стирается и все что человек может об этом вспомнить это отголоски которые представляется виде навязчивых снов вот и они бы остались этими с нами если бы не повторялись там спугающие ну там не каждый день конечно но это эти сны пугающие вот и если эти это сны и просто сны то бог с ними как бы сказать я оставляю это на усмотрение психологов или там специалистов по снам но я проверяю очень просто есть некоторые методики ну наработаны проверяешь человека есть ли у него следы шрамы или какие-то отметины вот вот таких случаев далеко не всегда они находятся ну вот вчера например нашлись нашелся нужный предмет под кожей нет в этом ровным счетом не пугайтесь не я не хочу делать какое-то там сенсационное заявление никаких далеко идущих пугающих пугающих фактов я не собираюсь выплескать чтобы там пугать общественность наоборот я в этом не заинтересован потому что во первых я отношусь к этому совершенно спокойно то есть я не вижу что в изучении людей какой-либо агрессии какого-либо неуважения или там ну иных так сказать негативных проявлений и прошу точно так же к этому и относиться потому что в нашей практике в нашей человеческой практике нормальным считается изучать животных их чиповать их берковать вешать на ножку птичкам эти самые кольца а последние годы микрочипы вгоняют под кожу и как бы мы это воспринимаем совершенно нормально мы же гуманные люди мы же изучением занимаемся причем даже для пользы для этих животных же правильно чтобы они не потерялись чтобы чтобы их изучать чтобы отслеживать движение перелетных птиц и так далее если пардон кто-то более более развитый чем мы допустим допустим да я допускаю это я не утверждаю если кто-то проводит подобные исследования с нами почему это нас должно возмущать если наши действия мы считаем правильными то тогда значит и обратные действия тоже правильные причем напомню если наши действия по отношению к животным далеко не всегда гуманны то есть далеко не все ловят птичек чтобы их пробирковать и отпустить ведь большинство ловят птичек совсем для другой цели а те о ком мы говорим для другой цели этого не делают по крайней мере мы об этом не знаем то же оговорку делаем мы не знаем и не вправе это утверждать то есть иными словами во первых я не хочу эту тему развивать потому что а она вызывает негативную реакцию и я считаю неправильную реакцию она вызывает что-то такое что я называю голливудским синдромом когда на пустом месте развивается истерия создается образ врага и через некоторое время уже большинство обывателей вообще забывают с чего все началось и воспринимают этот голливудский образ как реальность то есть изначально это было просто фантазия пусть больная пусть любая но это фантазия это наша больная фантазия а не реальный образ злых инопланетян то есть мы себе вообразили мы наградили инопланетян своими негативными чертами и стали бояться их еще больше вот чтобы этого не было я стремлюсь уйти от стереотипов вот навязаны и уж тем более стараться самому не участвовать в этом навязаны поэтому извините как бы мне бы не хотелось идти по пути может быть я понимаю вам интересно чтобы я рассказал какие-то смачные кровавые подробности но мне это не интересно хотя в частном разговоре пожалуйста мы это можем продолжить и второе почему я не хочу эту тему развивать по той же самой причине по которой это не хотят делать медики то есть у нас так же как у медиков есть врачебная тайна не выдаем фамилии клиентов пардон не клиентов свидетелей очевидцев но точно так же у медиков есть свои представления об этике они стараются я имею ввиду нормальные медики не телевизионные их типажи нормальные медики не рассказывают людям симптомы болезни потому что они спрашивают симптомы вот что у вас болит сначала вы попытайтесь рассказать и уж если так сказать у вас не получится они начнут подсказывать наводить но никогда не нормальный медик не начнет разговор с того что сначала вам расскажет те симптомы которые у вас должны быть а потом выслушать в ответ то же самое почему мы знаем потому что психология человека такова что большинство услышав симптомы немедленно находит их у себя поэтому как только я расскажу симптомы как узнать имелся ли контакт конкретно у вас или у кого-то еще заочно очно очно без проблем мы поговорим на эту тему быстро так сказать проверим а заочно давайте не будем разводить панику потому что как только я расскажу там о каких-то симптомах каждый второй найдет их у себя и что будет дальше не сложно вообразить вот поэтому еще раз говорю есть вопрос я на все вопросы готов отвечать но там у костра в каком-то дружеском формате действительно мы говорим без ограничений а когда мы говорим вот с оглядкой на то что это как-то прозвучит уже опубликуется да здесь я вынужден уже понимать что и я несу ответственность за свои слова я не подписывался там они разглашение поверьте я никому не обязан кроме своей совести и соответственно я готов рассказывать все но очень часто я никогда не обманывать но стараться но если что-то делаю так сказать в этом плане цензурирую себя я не договариваю в данном случае я честно вам сказал я не хочу договаривать до конца очень важный личный вопрос где можно привести мерч атрибутику вашей организации нигде вы сами заказываете мы сами заказываем да и я не распространяю и против того чтобы распространять там продавать где-то там только член организации да 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 только в узком коллективе то есть иными словами купить на рынке вы не купите хотя если купите то пожалуйста сообщите где это произошло я должен был принять мне не начать просто можно абсолютно любое изображение понимать да 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 и такое бывает бывает как бы уже члены космопоиска периодически появлялись по ним прикрываясь нашим именем некоторые непорядочные люди делали свои дела поэтому иногда это бросать тень там и на организацию на меня лично были такие так сказать эпизоды может быть еще даже будут поэтому к этому надо быть готовым но тем не менее я стараюсь следить за за имиджем организации и уж точно там может быть какие-то памятные значки да мы там раздавали людям там вчера я взял газету там дарил присутствующим да это пожалуйста но майку космопоиска допустим нет открытой продажи не доходило поэтому но другой стороны будете в чем космопоиска в экспедиции это уже это уже не сложно ну просто продажи например такой атриботики могла бы немножечко помочь организации а еще можно туризм сделать вот знаете сейчас мы список длинный мы можем придумать я вам благодарен за идею но сами понимаете они уже летали я от них отказываюсь сразу говорю если они наносят ущерб нашей независимости это очень дорогое то есть я независимость это чрезвычайно дорогая вещь которую не каждый человек может себе позволить мы можем себе это позволить а сети это ваш проект уфа сети да это лично я придумал у меня нет сети и уфа сети это разные я понял просто когда-то а как вы относитесь к деятельности вот этого проекта я в нем принимал и принял в какой-то степени принимаю участие ну почему бы нет любой проект ну любая попытка хороша знаете я не сторонник того чтобы был вот там реализовывался только мой проект а там соседние или конкурентные какие-то там может быть этот проект выстрелит ну в смысле реализуется хотя я и если честно абсолютно ну считаю это проект бесперспективным собственно не то что я считаю он показал объективно свою бесперспективность почему объяснение очень просто для всех объясняю сети это проект поиска а сигналов внеземного разума в основном с помощью в радиодиапазоне то есть грамотные люди с помощью радиотелескопов ищут радиосигналы приходящие которые могут прийти с разных концов периодически что-то да и анализируют периодически что-то находят периодически но это что-то так сказать вызывает там кривотоки сомнения вот но молчащий но в основном космос молчит и в этой связи вот этот проект он тянется уже полвека почти из-за того что космос молчит ряд специалистов сети потерял к этому интерес и энтузиастом некоторые просто вот заняли геометрально противоположную позицию такие как шкловский один из таких родоначальников и энтузиастов поисков сигналов внеземного разума под конец своей жизни он резко потерял энтузиазм и он посчитал что других цивилизаций нет но я в этом плане более оптимист может быть хотя хотя бы считаться реалистом я считаю что все идет как надо ничего странного в молчащем радиокосмосе нет это объясняется тем что технологии растут и наши современные технологии вовсе не факт что используются развитыми цивилизациями даже у нас извините на нашей с вами памяти сменилось несколько технологий мы мы еще и еще живые люди которые пользовались пейджерами но попробуйте сейчас по пейджеру послать сообщение и вы не получите результата не получить этот сигнал не дойдет до адресата но то есть если вы будете с помощью пейджера всех искать сигналы внеземного разума то ответ будет отрицательных цивилизации нет мало того жизни на земле нет потому что важен инструмент то есть иными словами я считаю что нынешние радиоволны для радио для переговоров в космосе не не перспективно а вот экстрасенсы про экстрасенсов разговор отдельный мы их касались немножко но и когда экстрасенсы говорят что они контактируют с другими цивилизациями это что называется это я не намекаю что это психиатр я говорю это к нам ни одного экстрасенца я еще ну в силу своей может быть воспитанности я еще с порога не прогонял с криками уходи нехороший угун нет 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 разговор начинается с того что хорошо мне не нужны доказательства мне не нужно чтобы вы принесли справку там откуда-то из жека из псих диспансера от внеземных цивилизаций мне не нужно давайте поговорим о вашей информации мы ее проанализируем если вашей информации есть что-то что поддается анализу и проверке это хорошо если вашей информации просто общие слова там люди живите дружно люди прекратите войны извините мы это все знаем и без вас вы скажите что-нибудь такое чем мы без вас не знаем что мы можем проверить и мы будем удивлены и поражены и как бы сказать это будет фактом вашу пользу но но такого но таких фактов бывает чрезвычайно редко бывает не спорю но это тот же самый исчезающий малый процент еще добавлю очень часто присылают информацию которая не имеет практического значения например рассказывают о жизни на своей планете вроде бы проверить это мы не имеем возможности ну как вам наверное может быть кажется но когда за счет работает закон больших чисел но когда накапливаются сотни и тысячи таких сообщений а массив данных большой то есть в нашей базе данных тысячи таких людей и мы несколько несколько работы вели по анализу там на годы рассчитаны анализ когда систематизировались и проверялись сотни сообщений там 400 500 одновременно и вот когда набирается несколько десятков сообщений которые рассказывают об одной и той же планете это очень интересно сравнивать вот допустим планета пекран ни один астроном не слышал об этой планете а экстрасенсы постоянно к этой планете апеллируют и и вроде бы как бы мы понимаем что если даже на не это через себя переносят эту информацию ну там субъективно что-то добавлять то какие-то объективные данные ну например количество материков на этой планете наверное при любом субъективном передать при любой субъективной передачи все-таки количество материков я ожидаю одинаково должно быть вроде бы но когда вот порядка двадцати пяти разных экстрасенсов сообщать об одной и той же планете но сообщают совершенно разные абсолютно разную информацию естественно меня справедливо закрыть экран 200 секунд дельтона вы могли бы рассказать лично на ваш взгляд о главной победе которая была в деятельности космокоиска то есть много-много разных действий много разных мелких побед главное достижение или одно из главных любимое я далек от желания писать мемуары об итогах но тем не менее вот в этом году у нас надеюсь выйдет книжка юбилейная книга о космопоиске но она наверно будет называться также космопоиск видимо осенью я надеюсь ее закончим где как раз я пытаюсь подвести какие-то промежуточные итоги что мы сделали хорошего что мы не сделали что мы старались но не получилось ну вот такие это целая книжка поверьте там набирается очень много материалов что-то мы нашли то есть первыми где-то мы конкурировали на уровне с иностранными экспедициями то есть наша общественная организация одновременно работала конкурировала одновременно с нами работали там финансируемые американцами экспедиции мы их делали что называется то есть в этом смысле приятно то есть мы находили то что что искали они что искали они к слову сказать если вы откройте интернет и почитайте сколько гадостей обо мне пишут то сами понимаете те люди которые пишут очень сильно обижены на меня лично это вот либо что называется те кого мы обошли американцы других стран либо те кого я лично выгнал за пьянку за нарушение сухого закона но это так словно вот на самом деле много что интересного и хорошего нашли конечно что-то неприятного там что-то находили но упущенные возможности к примеру например совсем недавно вот в мае месяц назад был юбилей нет юбилей сейчас в июне а в мае у нас была экспедиция посвящена 100 летним 100 лет нему юбилею самого большого в мире танка царь танка его создались ровно 100 лет назад в июне 1915 года самый большой в мире когда я об этом рассказываю я понимаю в этой аудитории мало найдется людей которые даже слышали о царь танки а мы пытаемся ну кто-то слышит англичане по-моему не ошибаюсь русские русские мы с вами сделали наши предки сделали царь танк а извините мы как ивана не помнящий родства этого не то что не ценим никто кроме космопоиска не занимается поисками остатков этого царь танка никому это не интересно вот ну к счастью до восемь лет назад мы нашли башню от этого царь танка предлагали музеем здоровая здоровая царь танк размером с то здание где мы с вами сейчас на поле подмосковье и но его разобрали по после революции растащили частично но что-то потеряли вот башню потеряли башни мы нашли и мы предлагаем так же как и всегда бесплатно только возьмите я не могу извините у себя в квартире хранить башню у меня просто не поместится вот мы уговаривали долго до тех пор пока не не своровали в неизвестном направлении понимаете для любой нации просто стыдно говорить о том что вы даже не то что не не ценим не храним а даже не хотим знать вот те реликвии ту гордость которая переполняла бы любую другую национальность за проделанная нашими предками наши предки сделали самый большой в мире там и почему мы о нем стыдимся как-то вот не то что и выставлять вообще говорить о нем когда я говорю об этом этим самым музее начинается разговор а вообще кому это интересно а вот вы принесите справку что это тот самый царь танк мы подумаем ёлки-палки я если бы я хотел на этом нажиться я бы пошел к первым попавшемуся там иностранцу и через него бы вышел на иностранцем просто продал любой музей за счастье возьмет любой но в россии как бы сказать у нас и другой менталитет но к счастью сейчас разговор пошел после после нашей экспедиции администрация дмитровского района стала говорить о том что а там проще создать его заново ну хотя бы так уже хорошо уже так сказать мы своими действиями как-то общественное мнение понимаете сдвинули даже потерять эту башню это это наш провал хотя так сказать наша победа что мы ее нашли хотя бы доказать фотографии остались схемы остались это уже так мы доказали что она была вот но забегая вперед скажу одну башню потеряли зато в последний день приехали местные мужички сказали мы вам покажем другую башню в болоте никому не показывали там а вам покажем скажите говорят готовится собирается такая команда которая отправится колонии и будет замочена на марс до космопоиск не как-то не как-то не как-то значит если честно я я как лично я готов лететь в один конец вот тут был готов подписаться в любое время вот но я естественно где-то вот завидую этим людям но мне кажется что завидовать нечему потому что все это тянет на аферу большую аферу значит это вам говорит уже не человек который там грезит мечтами вот побыстрее бы смыться с этой планеты где-то так сказать есть только не слишком бродят вот это говорит вам человек который работал над межпланетными проектами я имею ввиду на государственном уровне я как инженер аэрокосмический инженер я работал в том числе проектированием занимался вот и на заводе хроничева где делали и делают ракету протон и станцию мир и станцию мкс сделали и на заводе хроничева был огромный цех под огромный вот там на велосипеде на машине можно внутри ездить там из конец в конец из конца в конец там не видно просто горизонт теряется и там в одном конце цеха я говорю сейчас про другой аналогичный цех где я работал и там в одном конце цеха просто складывали как дрова как по линии судров ракеты огромные ракеты друг на друга потому что там потолок позволял это огромные колоссальные размеры но марсианский проект требовал таких колоссальных размеров подчеркиваю речь идет о колоссальной задаче может быть самой важной миссии человечества в 21 веке ну самый важный я считаю в 20 веке было начало космической эры полет гагарина полет на луну а в 21 веке если мы не успеем до конца века полететь к звездам на что я рассчитываю всерьез то есть человечество может дойти до конца века успеть дойти до уровня полетов к звездам но до уровня полетов к марсу мы дошли еще 30 лет назад но не полетели только по одной причине условно говоря нет отмашки нет команды как только команда будет вместе с командой естественно должны быть деньги это вопрос второй сейчас не будем об этом касаться я сейчас о том будет ли полет вот у этой группы а к чему я клоню когда есть финансы когда есть ресурсы когда есть цеха на которых делаются такие ракеты тогда это разговор может быть серьезным если таких цехов нет если это разговор вот таких энтузиастов мы собрались здесь с вами и давайте а давайте полетим на вас а давайте как психологический знаете тренинг это замечательно как как такой знаете мозговой штурм что ли как раскачка общественного мнения я догадываюсь что что здесь что то есть и бизнесмены которые в это вкладывают они пока не имеют никаких цехов никаких ракетных производств за ними не стоит не стоят ракетные корпорации и скорее всего знаете это как я я я я не хочу их разоблачать я я докладываю что в лучших случаях они действуют по принципу сначала вяжемся в историю а потом будем думать как так сказать с ней а потом появится спонсор а потом американцы я согласен согласен но помните мое слово соговорка что я не экстрасенс и не предсказатель полет на марс мы застанем достаточно скоро если не будет войны значит потому что начнется новая гонка полет на луну состоялся только благодаря тому что была гонка между двумя супер держава сейчас сейчас новая гонка будет ближайшее время она знаете она вызревает причем главный зачинщик застрельщик этой гонки этого не скрывает просто другие не хотят этого замечать главный застрельщик догадываетесь кто россия россия китай америка россия уже 40 лет говорят о том что мы обязательно полетим на марс 40 лет мы говорили и по планам должны были полететь в 80 году уже все готово было в нашем институте у нас были планы под n1 n1 это не лунная ракета это ракета под марсом но сейчас n1 нет естественно и двигателя нет сейчас мы не готовы голые как соколы но некоторое время назад в середине 80 помните когда n1 порушили программу у нас появилась программа энергия буран энергия тоже заточена под марсианскую программу без бурана нам тяжелая ракета да 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 вот для полета на марс нужен как нужно как минимум тяжелая ракета сейчас тяжелая ракета нет ни у кого ни у нас ни у американцев сатурны нету сатурна все это история причем безвозвратная история извините в один буквально раз уж это самое я просто просто задаю 30 лет всем космонавтом с кем встречаюсь марине дупович нет сомнений да что американцы были нет два слова одно время моим начальником был василий павлович мишин значит ну вы знаете понимаете какой для всех остальных это первый зам сергея павловича королева и главный конструктор после смерти королева и это тот самый руководитель который руководитель советской стороны который возглавлял советскую лунную пилотируемую программу то есть иными словами это первое лицо которое этим занимался занимался и уж ему так сказать не знаю поэтому и от него ну я на всех остальных я знаю они были но правы и те кто утверждает что снимки и видео снято на луне подделка это подделка снял причем известно теперь уже известно кто снял стэнли кубрик известно где снимал на полигоне 51 этот полигон этот полигон одна из самых закрытых сверх закрытых места в мире почему закрыты даже космические съемки почему потому что на космических съемках было видно что там есть место изрытое кратерами то есть создан макет лунной поверхности зачем это почему объяснение очень простое они относились к лунной программе как к рекламной акции то есть капиталист не может быть небезы смен они хотели с этого заработать они с этого и заработали а в любой в любой рекламе в любой коммерции без красивой картинки не обойтись поэтому у них была плохая картинка их в коммерческих целях это не устроило они устроили декоративные съемки я помню сам не было 10 лет я видел сам эту я видел сам эту трансляцию показывали секундочку ее показывали ее показывали ее показывали ну видимо пока нет новости я говорился не трансляция в новостях в программе время по-моему или где-то в новостной программе я сейчас не могу вспомнить это было в Дельной Жеке я видел вот эти кадры где Армстер спускается на поверхность но это реальные кадры я знаю что весь мир кроме нас видел как бы прямой трансляции кроме нас и Китая то что вы видели скорее всего действительно была прямая телетрансляция но она плохого качества а сейчас ну как бы сказать фигурирует в книгах в полу в постерах плакатах вот так вот такого качества постеры где там Армстронг с флагом извините вы как фотограф прекрасно понимаете что луна это место без атмосферы там очень контрастные съемки очень резкие переходы от темноты к свету то есть там выставить качественный кадр очень сложно даже профессионалу а там на луне снимали извините люди которых обучили этому факультативно то есть это летчики и конечно им объяснили вот фотоаппарат нажимать сюда но я имею ввиду но я имею ввиду но я имею ввиду они не сняли хороших кадров то есть ну старались как могли сделали что что умели я никогда не думал потому что эти явные нестыковки фальсификации они бросаются в глаза да с тем что я уверен что они были и это подтверждает очень много людей то есть там вот вот к чему я клоню парадокса здесь нет то есть это тот редкий случай когда правые обе стороны и были и подделались еще один такой вопрос знаменитый фильм о о том как препарирует ну он естественно проходит а знаете что да комментируйте пожалуйста сложно комментировать однозначно не хочу комментировать почему потому что изначально когда он вышел мы привлекали для проверки этого фильма очень серьезных профессионалов и то есть профессиональных патологан атомов профессиональных киношников которые там въедливо там эти маркеры на пленках изучали и профессиональных историков которые зацепились там за отдельные детали интерьера были они в сорок седьмом году или не были и так далее в общем в тот момент я имею ввиду это начало 90-х был практически однозначный вердикт что это подлинный снимок подлинные съемки значит но очень быстро стали появляться вбросы других слов я не подберу когда опять же такие же профессионалы начали доказывать причем на тех же самых фактах зацепились за эту витую телефонную телефонную шну и вот те же самые факты которые вроде бы специалисты причем независимые которыми я доверяю считали доказательствами подлинности эти же самые факты начали так сказать преподносить доказательства обратного то есть у меня есть ощущение неуверенность а ощущение что речь идет о намеренной дезинформационном потоке вот кроме того вот признаками такого дезинформационного потока служат параллельные вбросы я много так сказать не буду может быть останавливаться на этом вопросе но среди дел космопоиска которые мы например провернули вот продолжение темы много каких интересных операций сделали причем даже таких которые на уровне очень высоком при том мы не являемся так сказать мы являемся общественной организацией так вот мы единственные кому удалось вот теперь так сказать выдохните в воздух заполучить образец НЛО с базы Райт Паттерса с ангара 18 это вообще немыслимо это одна из самых охраняемых баз в мире но тем не менее я не буду так сказать всю цепочку рассказывать с помощью японских журналистов они подкупили там охрану в общем в результате в наши руки попалась нам доставили образец НЛО авария была да секунду секунду вот мы сделали анализ этого образца и она оказалась подделкой для японцев это был шок потому что сенсация была в руках и вот фильм как бы мы сейчас снимаем фильм разоблачить они снимают фильм разоблачительные по охранящимся НЛО почему они к нам обратились они понимали что любой анализ на территории штатов не не воспринут телезрители как независимые они были уверены что любой анализ на территории Японии то же самое то есть легко надавить легко завуалировать легко просто закрыть любую лабораторию не дать просто провести анализ и они стали искать независимых экспертов за границей ну естественно Россия у них вызывала доверие в этом плане все-таки космическая держава а в России вызывала доверие космопоиск поэтому обратились к нам вот почему такая сложная схема в общем когда мы выдали результат что это подделка они честно сказали любой другой бы нам сказал мы бы решили что спецслужбы надавили на вас ну вот вам верим это был для них удар они очень долго переживали на эту тему ну в общем все надежды рухнули и мне конечно было обидно но через некоторое время когда я анализировал возвращался к этой теме у меня все-таки больше стало и сейчас больше оптимизма я понимаю что если большие силы и средства вкладываются в сокрытие то есть для того чтобы пустить возможных шпионов исследователей по ложному пути вот это и есть информационные и прочие так сказать вбросы и программы вирусные программы направлены до чего они создаются их никогда не создают на пустом месте просто вот ради того чтобы добавить головной боли для там конкурентов российских они делаются всегда только для сокрытия чего-то очень важного то есть если есть сокрытие значит есть что скрывать вот такие два нет она может и в том же месте просто в соседнем ангаре да но авария была вы считаете была конечно была нет сомнений и здесь я напомню историю может быть не все следили здесь я ссылаюсь на американского цирушника филиппа корса очень широко известный в узких кругах человек он умер сейчас скажу девяносто восьмом году этот человек весьма влиятельный то есть в циру он был не на последних ролях ну там не глава циру но в общем руководителя какого-то среднего звена так для для сравнения он начинал свою карьеру с того что он возглавлял в италии подполье во время войны то есть всю италию куриров то есть это уже говорит что далеко не рядовой человек потом естественно рос 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 по карьерной лестнице и сорок семемом году он возглавлял службы безопасности на базе на авиабазе в штате невада куда привезли разбитую летающую тарелку то есть иными словами он как раз и занимался руководил операцией сокрытия именно он там история конечно очень долгая очень темно очень детективно очень любопытная там всю ее наверное хочется рассказать но времени наверное не хватает ну короче говоря понятно что там американцы напустили тумана так что до сих пор не в этом тумане там не знаешь где правда нигде неправда но под конец своей жизни когда филипп корса вышел уже на пенсию он стал писать ну стали что называется разные вредные мыслишки у него в голову лезть и под конец жизни когда обычно люди думают там не о деньгах не о чем а да о совести о боге он решил так сказать выдать это на гора ну выдать правду на гора но поскольку он понимал что первое слово станет последним он стал выдавать постепенно то есть сначала чуть-чуть потом чуть-чуть вот и в интервью говорил что ребята я знаю предупреждаю вас если случайно мне кирпич на голову упадет то в одном из банков всплывет ну как бы сказать мое наследие так условно говоря бомба информационная ну то есть он как бы напрямую говорил не стоит меня убивать потому что будет хуже вот но как бы он своих коллег недооценивал потому что очень быстро он умер после двух инсультов подряд буквально там с разницей в несколько дней причем здоровый человек спортивный здоровый ну естественно как вы понимаете это совершенно случайно произошло вот и поскольку я следил за этими событиями я ожидал вот что со дня на день всплывет эта информационная бомба она не всплыла ну как бы я понял я подумал тогда что наверное все таки его бывшие коллеги его переиграли ну где-то изъяли эту информационную бомбу но я надеюсь что это не совсем так что видимо она всплыла но не так быстро и вот сейчас эта информационная бомба начинает работать вот я в начале июня давал интервью нашему телевидению не знаю в июне запустят документальный фильм об этом информационной бомбе или нет наверняка там меня мои слова порежут так что мама не горюй будет но если так сказать в этой передаче не сделают то потом мы об этом упомянем обязательно в общем речь идет о том что всплывают документы вот сейчас я имею в июне этого года сплывают документы о о том что американцы в общем то не просто признают там документы совершенно нормальные как бы служебные без каких-либо оговорок с терминами соответствующими летательные аппараты инопланетян там трупы инопланетян ну сокрытие а для того чтобы технология я так понимаю сто процентов для чего еще нет ну это это цель номер один ну конечно это не вся цель не не полная цель и по большому счету уфология вот чем я занимаюсь это то что в инженерном деле называется обратный инжиниринг прямой инжиниринг это когда инженеру дают задание что-то спроектировать вот какой-то какой-то механизм какой-то новый девайс какой-то какое-то приспособление и он его припроектирует а обратный инжиниринг когда человеку когда инженеру дают что-то непонятное и говорят разберись пожалуйста что это такое кто делал зачем и как это работает вот вот обратным инжинирингом занимались я и мои коллеги когда занимались разгадкой там сбитых американ... кусков сбитых американских самолетов вот ну так сказать их поставляли в Советский Союз и разбирали по косточкам и выясняли что американцы нового придумали это был обратный инжиниринг уфология по большому счету это обратный инжиниринг то есть нам в руки попадают куски непонятные части непонятные слухи вот опять же возвращаясь к Кубани к кругам на полях там столько следов вот чем замечательные круги они тысячу раз более информативны любых показаний очевидцев НЛО потому что НЛО где-то там пролетел приехать измерить его нельзя вот если он сядет посадка если касание земли будет какой-то след будет материальные последствия это материальные последствия можно и нужно исследовать в этом плане круги на полях это в чистом виде полигон для исследований высоких технологий если кто-то думает что мы занимаемся просто как бы сказать приятным времяпровождением ну кто-то ради бога кому это просто интересно приезжайте если вы нам не мешаете если помогаете наслаждайтесь но по большому счету мы ищем высокие технологии мы ищем возможности для нашей цивилизации возможно использовать этих технологий в каких-то благих целях например молодой человек задал вопрос по поводу сети программы да я убежден что сети это такой же каменный век как пытаться достучаться до жителей соседнего острова с помощью барабана не добьет звук барабана там-тана до а потом 50 лет это же не срок 50 световых лет это мелочи конечно то есть иными словами тот кто понимает цену вопроса научную цену политическую цену тот понимает что задействованы силы очень большие если вы спросите меня кто этим занимается за рубежом это космопоиск так ненавязчиво монополизировал занятия исследования кругов на полях в России не потому что мы могущественны а потому что никому не надо то есть если бы там условно говоря правительство только захотела к слову сказать какие-то подвижки есть впервые за все года я занимаюсь этим 30 с черта лет впервые этими кругами на полях заинтересовались на уровне министра МВД это знаете ну не то что не хочу из этого делать каких-то далеко идущих выводов но министр МВД приказал и там полиция вокруг нас каждый день приезжала по несколько раз извините сделайте скидку что-то маленькое скидку конечно адыгейский министр и кстати что-то говорят уже по результатам которые взяли там ну свои расследования естественно они выдерживают у себя не знаю они наверное на нас оглядываются потому что да нам они сказали что экспертиза будет очень интенсивная да 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 ну это подожгут я уверен результатов нашей экспертизы они к нам каждый день приезжали ну как бы сказать советовались но надо должны они поделились сначала не хотели делиться потому что это служебная информация но потом мы поговорили с начальником дал команду все без проблем привезли самое так сказать благодушное к нам отношение было вот ну еще раз говорю может быть это случайность да это маленькая республика но может быть это все-таки какое-то изменение идет в любом случае не может не быть изменений там когда они наступят завтра или там через десять лет гадать не будем но но я говорил о ситуации в России а ситуация в мире на самом деле гораздо интереснее исследованиями этих кругов в мире заниматься такие влиятельные фонды нации занимаются напрямую нет но через фонды подчеркиваю очень влиятельные то есть так чем хороши фонды вроде бы мы не интересуемся но всю информацию имеем и деньги в изучение этих вещей вкладывают очень большие но если бы просто изучали это было одно то есть понимаете наука ну многие воспринимают науку это просто вот удел без серебряников таких без людей занимающихся просто чистым искусством с хорошей долей авантюризма хороший авантюризм это обязательно должен быть ну да но я имею ввиду людей которые просто занимаются этим и все и больше ничем и по большому счету так и есть то есть люди которые к нам приходят ими ничего другого не движет но одновременно с этим мы сталкиваемся с тем что идет очень мощное такое полу подпольное как сказать не не мешают а как бы сказать создание создание дезинформационного поля идет очень сильное в чем это выражается а в том что там где нас могут опередить просто приезжают и уничтожают следы я говорю сейчас не о фермерах фермеры уничтожают пиктограммы потому что они мешают им ну там как сказать цену на урожай сбивают значит я сначала думал что здесь просто просто особенность нашего русского менталитета сначала думал ну я имею ввиду опасения по поводу того что радиация радиационный фон на поле повышенный поэтому зерно радиоактивное вот так обычно это все преподносит но наверное вы знаете журналисты я имею ввиду те кто пишет экспедиция космопоиска уже не первый год знаете я каждый год об этом говорю говорю что никакого повышения радиоактивного уровня нет если вы держите дозиметр да да я это говорю вот ровно столько сколько у меня дозиметры есть то есть пока появилась возможность измерять а дозиметры первый дозиметр у меня несложно догадаться появился в 1986 году понятно почему ну чуть позже через несколько дней 26 если 25 это навело на так вот поэтому естественно дозиметрами я проверяю без проблем радиоактивного фона не было и очень долго я списывал вот эти вот действия фермеров на ну условно говоря на дремучесть на предрассудки на то что они перестраховываются а и многие годы говорил это предрассудки неправильные радиоактивности нет то есть запахивать следовательно не надо и только вот последние годы я стал мне стали по секрету говорить что мы на самом деле запахиваем не по так не поэтому то есть может быть в прежние года это давно было нет звонки поступают откуда-то то есть нам очень рекомендуют этого есть мнение да это называется есть мнение мало того в этом году и в предыдущих годах мы стали сталкиваться с нехорошей тенденцией кто-то приезжает и старается уничтожить следы до нашего прибытия знают когда мы прибыли и уничтожают их пытаются уничтожить до нашего прибытия это очень любопытно кому это надо при этом одновременно естественно ведется исследование по полной программе вот этими фондами которых я как бы сказать не люблю вслух произносить то есть иными словами в мире да большинство людей воспринимают это как некое хобби просто увлеченных людей ну кому-то нравится марки собирать информацию с кругов на полях да ради бога заниматься нет если этим занимаются такие влиятельные фонды которые не только собирают информацию и анализируют но и мешают другим то есть мешают в том плане уничтожают следы создают подделки опять же для меня было очень большим удивлением узнать от человека что ему заказали подделку вот вот понимаете нам у нас спонсоров нет на изучение кругов на полях а спонсоры на создание подделок есть любопытно ну а зачем рекламы если бы вот если на западе я встречаю изображение там логотипа допустим мерседеса или там какого-то другого бренда я понимаю да да собственно они не скрывают даже если там в начале не сказали через несколько дней они легко об этом скажут это понятно здесь прямая реклама а в данном случае я вам говорю наши подделки я имею ввиду под словом наши кубанские ну территориально под словом кубанские я имею ввиду что создают кубанцы это просто на этой территории случается в прошлом году вы помните была подделка под новокубанском на кукурузном поле или нет на подсолнечном поле заплатили за эту подделку спонсор был этой подделки вот для меня это как бы я начинаю понимать что здесь есть чей-то интерес но пока я еще не готов у меня еще не сформировалось полное представление так сказать о соотношении сил но тем не менее вы уже понимаете что что это уже не совсем вот такой вот удел любителей на уровне хобби здесь сталкиваются интересы гораздо более далеко идущие чем просто какое-то безобидное увлечение а можно вопрос скажите а вот существование философского камня эликсира бессмертия вы тоже верите я может быть я это слово сам начальник говорил но я стараюсь не употребляя слово верю не верю либо я знаю либо не знаю либо я хочу знать и никого и никого не призывание во что верить значит это вопрос интересный ну если говорить о философском камне эликсире бессмертия это вопрос очень интересный понятно ну да нет даже не обсуждается конечно интересно супер интересно этим занимаются многие люди в том числе мои знакомые и и у меня были знакомые знакомые например один из знакомых который полжизни положил на поиски эликсира бессмертия вот и был очень увлечен это ученые он был очень увлечен этим но поскольку он умер недавно как бы не в древнем совсем не в древнем возрасте к сожалению я с ожилением это говорю то понятно что видимо не все так просто кажется просто я почему спросил потому что именно историческая аналогия алхимии и уфологии в отношении уфологии алхимия вспомнилась ведь мы же помним как в алхимии тоже достаточно влиятельные люди искали философский камень эликсир бессмертия да причем под этим не всегда понималось что-то материальное а возможно и духовное а параллельно благодаря алхимии которая в принципе сегодня никто мало там сомневается не является наукой было сделано много научных открытий химических физических философских литературных даже так немножко краткий экскурс в историю и скорее в лингвистику слово алхимия в буквальном переводе означает химия приставка ал это не более чем приставка то есть в арабском языке ал перед словом означает существительное как в английском приставка э э тейбл вот когда мы говорим тейбл а прибавляем э это не более чем приставка я имел ввиду современное понимание я вас понял значит это это сначала экскурс в историю то есть противопоставлять алхимию и химию это все равно что противопоставлять химию и химию и то и другое есть химия просто но а теперь вы правы стереотипное представление да сложилось примерно то о чем вы говорите что вот есть настоящая наука ну и условно лже наука которая настоящая это химия А ненастоящая это алхимия Но при этом нам говорят Да, ну вот из алхимии То есть из ненастоящей науки Родилась настоящая наука Это неправда Или точнее это не вся правда Правда заключается в том Что не было никакой лженауки И науки А была Либо была наука, либо науки не было Вот понимаете Либо есть беременность Либо беременности нет Понятие науки же менялось Оно меняется все время И меняется в угоду Потребности Вот когда хотят С кем-то там поспорить И даже не поспорить Когда хотят кого-то закрыть Да, используют эти термины В прикладных целях То есть вот когда между кем-то и кем-то Возникает спор И хотят тему научную прикрыть Переходят на личности Ну там В уличном разговоре Переход на личности Другие термины используют А в науке Используют термины Вот те, о которых вы говорите То есть когда хотят Когда переходят на личности Вот говорят Вы занимаетесь лженаукой Вы занимаетесь алхимией То есть вот такие клише Ну тем не менее Слава богу Алхимию За алхимию сжигали Сейчас за ауфологию Никто не собирается Никого преследовать Ну Пока что Вроде бы так Да Хотя тем не менее Конкретные жертвы есть Ну вот Я сейчас не про это Я про то, что На самом деле Алхимия То есть Иными словами Просто химия С приставкой Ал Она всегда Была И есть наука Просто Это была Наука Того уровня Когда Ну Когда Она развивалась То есть Не могла Там Наука В современном виде Существовать В средних веках Ну Для нее требовалось Развитие Поэтому Алхимические Вот эти вот термины Поиски Эликсира Бессмертия Поиска Философских Камней Это Своего рода Вот тот Ну Не хочу сказать Детский период Но это период Через который Мы Перешли Прошли В период Роста Этой науки Подчеркиваю Еще раз Наукой Она Химия Была всегда Даже в те времена Когда Занималась Поисками Философского Камня Просто тогда Наука Была другой Понимаете Ученые Не появились Откуда-то Вдруг Там Сброшенные На парашютах В 19 веке Они были всегда Просто Когда-то У них были Одни термины Потом Другие Сейчас Термины Вот такие Которые На которых Мы говорим Но через Там 10 Через 50 лет Придут Следующие Поколения Которые Будут смеяться Над нами Над нами Над мной Говорит Что Мы Дренучие Невежды Но Но Это Не значит Что Мы Другие Время Мы Другие Но Это Не значит Что Наша Наука Это Лженаука Я Я Хотел Возраз Вам Не Кажется Что В каждый В каждый Период Науки Есть Какой-то Вот Своя Иллюзия Конечно В эпоху Средних Веков В эпоху Возрождения Вернее Это Эликсир Бессмертия И философский Камень В эпоху Науки Ньютоновской Это Мировой Эфир Или Флагистрон И вечный Двигатель Вы Правы На 200% Наука В этом Отношении Как нам Относиться К Поиску Инопланетных Существ Является Наверное Важным Таким Большим Основанием Съехи Вполне Может быть Знаете Наука Как раз И есть Вечный Поиск Признак Науки Это Непредвзятость Прежде всего То есть Как только Мы начинаем Раздавать Термины Как только Мы на кого-то Награждаем Вот он Неправ Вот он Негодяй Вот он Лжеученый Вот это Уже не наука Это уже Какие-то Подковерные Игры Наука Как раз И состоит В поиске В анализе Фактов Как мы Их анализируем Как и мы Преподносим Вот это Во многом Уже конечно Субъективный Подход И Этот Субъективный Подход Он Конечно Постоянно Изменяется В зависимости От поступающих Новых Фактов В зависимости От их Осмысления И Это происходит Подчеркиваю Во всех Буквально Областях Науки Ну Тем условием Что эта наука Развивается Например Не будем Как бы О химии Спорить Об астрономии В том что Астрономия Является Наукой Я надеюсь Никто не возражает Но Даже в астрономии Взгляды На космос Менялись Причем Иногда На диаметрально Противоположные Суждения Причем В рамках Именно Того Что называется Наукой Например Когда вы Возьмете Справочники Учебники По астрономии Столетней давности Вы не найдете Там никаких Упоминаний О существовании Галактик Это Говорили Самые Величайшие Умы Ученые Того времени Они Объясняли Существование Объективное Существование Все видят Эту галактику Нашу галактику В которой мы живем Млечный путь В факте Ее существования По-моему Даже Ребенок Не сомневается Но Сто лет назад Ученые Опровергали Это Они считали Что это Такая дымка Что других Галактик Это тоже Дымка Уполоз В вашем понимании Уполоз Она претендует На какую На естественную В контекте Естественных Наук Или может быть Ведь Многие Богословцы Теология Тоже Наука И сегодня У нас в университетах Есть богословский факультет Так Уфология Какой вид научного знания Уфология По вашему Я вас сильно удивлю Но я Это Это мое мнение Естественно Научно Я вас услышал Математично Если коротко Конечно Это естественно Наука Безусловно Потому что Мы говорим Мы исследуем Не философское Какое-то Так сказать Представление Хотя мы Этого касаемся И по большому счету Уфология Это универсальная Наука Но все-таки Основной Объект исследования Имеет Природный Или естественный Или искусственный Характер Но он есть Следовательно Наука Материальная Но Вот теперь Все-таки Ремарка Вы меня Все время Спрашиваете Что я думаю О буфологии А на самом деле О буфологии Я думаю Очень плохо Вам наверное Кажется Что я Вот такой Полурелигиозный Проповедник Уфологических знаний А я таковым Не являюсь Во-первых Я Да Меня называют Уфологом И для меня Это не ругательное Слово Если вы назовете Меня уфологом Я обижаться Не буду Но если вы спросите Меня Как я сам себя Назову Я себя Ни разу Уфологом Не называл То есть Меня иногда Называют Я откликаюсь На это Название Значит Но Таковым Не являюсь Потому что Хоть Я и занимаюсь Исследованиями НЛО Ну что В буквальном Переводе С английского Изначает Юфо То есть Юфология Или Уфология Означает Буквально Изучение НЛО Я хоть И занимаюсь Этим Но это Малая часть Моей деятельности Причем Очень малая А какое Отношение Уфология Имеется К тем же Кругам на полях Какое Она имеет Отношение К полтергейстам И к другим Аномальным Явлениям Причем Здесь НЛО То есть Иными словами Это неправильное название Правильное название Лингвистически Выдержанное Это Исследователь Аномальных явлений Или Исследователь Скрытых процессов По-гречески Криптофизика То есть Физика Скрытых явлений Природы Так вот Буквально Насколько это название Давняя Криптофизика Если это Древнегреческая Нет Оно Конечно не Древнегреческое Нет Оно Отдельное название Но Основано Но По всем Канонам Греческих Это Это первое Что я хочу Сказать Это древняя Профессия Нет 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 Этот термин Придуман В 90-е годы Но В принципе Он сейчас Получил Достаточно Широкое Охождение Термин Придумал я Многие термины Я придумал И нет Когда же Очень Очень здорово Живут В информационном поле И Напоследок Я вам хочу Сказать Мне там Иногда Задают вопрос Хотели бы Вы Чтобы Ваши дети Или ваши внуки Занимались Уфологии Господь с вами Я всю свою деятельность Веду к тому Чтобы уфология Не существовала Если Как бы Это Покажется Парадоксальным Уфология Это Наука О неопознанных Предметах О неопознанных Объектах Если Объект Опознан То уфологии Нету То есть Иными словами Уфология Перестанет Существовать Сразу же Как мы Опознаем Объекты Которые изучали Так зачем же Извините Грезить О вечности Этой профессии Зачем Мечтать О том Чтобы дети Продолжали Твою профессию Да я мечтаю Чтобы Уфология Исчезла Завтра Да Вместо нее Будет Криптофизика Это Это более Расширительная И Абсолютно Не Ну Может быть Даже Бессмертный Термин Во всяком случае Это термин Претендующий На Какую-то Вечность Его уничтожить Сложно А уфология Дай бог Чтобы она Перестала Существовать Хоть завтра Чем быстрее Тем лучше Вас это удовлетворило А вот у меня Такой вопрос Я может Пропустил Вот помимо Косвенных Свидетельств Круги На поле У вас Непосредственно У вашей организации Космополис Космополис Поиск Есть у вас Непосредственные Доказательства Научные Я так догадываюсь Вы Хотите слово Научные По примеру Ну материальные Будем так Если вы хотите Естествознание Если уфология Это естественная Наука То мы говорим О материальном Бытии Абсолютно Типа кусочка Тарелки Ну Это примитивно Или какая-то Ткань Нет Я в этом плане Во многом Разделяю Ваш подход Я сам такой И Когда Разговариваю С очень Яркими Представителями Таких Энтузиастов Мне приходится Периодически Холодным душем Охлаждать Так сказать Вот такой Пыл Ну Отвечая На ваш вопрос Есть То есть Если все-таки Лично меня Спросить Вот Тех фактов Которые мы знаем Достаточно Чтобы Признать Факт существования Внеземных цивилизаций Я считаю Более чем Достаточно Даже десятой Даже сотой части Достаточно Как вы понимаете Даже одного Случая Но Доказательного С научной точки Зрения Достаточно Чтобы Чтобы Это признать Почему Это не делается Это уже вопрос Второй Во многом Политический Может быть Нравственный Я не стремлюсь К каким-то Быстрым Переменам В сознании Я прекрасно Понимаю Что человечество Изменяло Свою точку зрения И наука Изменяла Свою точку зрения Не столько Путем Убеждения Сколько Путем Смены Поколений То есть Приходит Следующее Поколение И без Какого-то Смертоубийства Без Отправления На костер Там Инакомыслящих Спокойно Решается Вот со сменой Поколений Смена Мировоззрения Поэтому В этом плане У меня нет Какого-то Такого Реационного Позыва Немедленно Всех Обратить Свою В свою Веру Тем более У меня Принципиально Нет веры Есть знания Теперь Ответ Например Вас Например Вас удовлетворит Ответ Что есть Несколько Обломков Самый Доказательный Случай Это Обломки Найденные После Катастрофы НЛО Под Дальнегорском В январе 86 Года Значит Когда На глазах У жителей Этого Городка В Приморском Крайе Летел По небу Большой Светящийся Шар Диаметром 3-4 метра 3-4 Этот шар Сначала Летел Горизонтально Потом Резко Клюнул Носом Ударился В скалу Загорелся Был взрыв Был разлет Осколков После этого Как ни странно Шар Пытался Подняться Несколько раз Ну то есть Наш летательный аппарат Естественно После касания Скалы Как правило Там и Остается А этот Несколько часов Пытался Подняться Несколько раз Неудачно Потом В конечном Итоге Он поднялся И улетел Но обломки Остались То есть Взрыв Был Обломки Были собраны Я сам Приезжал На эту Высоту Сам Так сказать Еще Что-то Там Застал Там Есть Следы Термического Воздействия Оплавленный Камень Так Ради Интереса Как бы В справочниках Освежите В голове Температуру Плавления Камня Это Так Короткая Ремарка К нашим Кубанским Кругам На полях Здесь Сейчас Обнаружен След Термического Воздействия Я веду На поле Под Дондуковской Там На поле На почве Размером Примерно Сантиметров Двадцать Есть следы Очень мощного Термического Воздействия Там Ну я оценив Порядка Пятисот Градусов Это чуть Меньше Чем требуется Для остекловывания Почвы То есть Почва Настолько Прогрета Что Практически Превратилась Ну почти В керамику Можете себе Представить Какая-то Была температура Но при этом Вот он Парадокс Ближайшие Колоски Не только Не загорелись А если Там была Высокая Температура Там бы Полохал Пожар Ну если Люди Это сделали Там не только Не загорелось Там даже Не обуглились Эти колосочки Вот тот же Самый Эффект Почему я Сейчас вспомнил О нем Тот же Самый Эффект Был Поддальнегорском Оплавленный Камень И тут же Растут Ростки Деревьев Которые Не обуглились Но это Не идет Об обломках Самого Вылетающего Обломки Отдельно Собрали обломки Их было много Благодаря Вот этой Массовости Отдали Во многие Институты То есть Большинство Отказалось Делать Ну бесплатно Естественно Вот В общей сложности У меня сейчас 35 Анализов Результатов Анализов Вот этих Самых Обломков Из самых Разных Лабораторий Самые Самые Разные Специалисты Это Очень любопытно Их Все Смотреть Анализировать Если Очень коротко Общий смысл Так сказать Подытожить То Результат Такой Мы не знаем Что это такое Что это за Обломки Но Вне всякого Сомнения Они Искусственное Происхождение Далее Следует Описание Этих Обломков Когда Это Описание Делалось Термин Нанотехнологии Еще не существовал Сейчас Мы знаем Такой термин И Я бы Заменил Те Описания Которые Тогда Были Сделаны На одно Слово То есть Обломки Сделаны По Нанотехнологиям Сделаны Из Керамики Из Композитного Материала С включением Тонких Нитей Металлов В том числе Золото Ну там Еще и Других Металлов Такие Тонкие Волоски Которые Видимо Играют роль Не 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 Для Прочности Туда Вкраплив Видимо Они Играют Какую-то Электромагнитный Урок Но Это Уже Как бы Я сейчас Углубляюсь Свои В свою Интерактовку Ну Факт Остается Фактом Значит 35 Анализов Где Понятно Что Эти Обломки Искусственные Что Они Сделаны По Очень Высоким Технологиям Дальше Многие Специалисты Пытаются Как бы Анализировать Кто И как Эти Блоки Дел Ни в одном Анализе Нет слова Инопланетяне Некоторые Пишут Мы Не знаем Кто это Сделал Таких Или Таких Технологий На земле Нет Или Там Делают Предположение Возможно Мы столкнулись С Технологиями Секретными Технологиями О которых Мы еще Не знаем Но Узнаем В ближайшее Время Значит Ну И описывают Какие Нужны Условия Для Создания Вот Такого Устройства Или Таких Образцов Там Например Я читаю Нужны Плавильные Печи Где Температура На порядок Выше Самых Мощных Наших Печей Где Одновременно С Высокой Температурой Мы должны Создавать Высокие Магнитные Поля На два Порядка Которые Мы можем Создать И еще Один Термин Который Просто Убивает Напрочь Все Сомнения И Эта Плавильная Печь Должна Быть В условиях Вакуума То есть Все Точка В условиях Земли Это Сделать Невозможно То есть Иными словами Это было Сделано Еще раз Говорю Эти обломки Были Подобраны В 86 Году Когда Нанотехнологии Даже Термином Не существовало Второе Там Среди Обломков Есть Образцы Металлов То есть Вот эти Нити Маленькие Тоненькие Они Были Отдельно Проанализированы И В числе Нити Был Обнаружен Вольфрам С чистотой Такого Порядка Которая Не встречается Даже Сейчас То есть Даже Сейчас Лучшие Лаборатории Мира Не могут Создать Вольфрам Вот такой Частоты Который Был Там В тех Образцах Вопрос А чей Тогда Этот Вольфрам Чей Этот Образец Чьи Нанотехнологии Если На земле Их Не было Хороший Вопрос Для Меня Он Убеждает Причем Я не говорю Что Это Инопланетяне Боже Упаси Я не знаю Кто Это Я знаю Что Это Не мы Это Не Американцы Не Не Россияне Точнее Не Советские Люди Не Никто Другой Живущий На земле Здесь И Сейчас А вот Кто Это Это Вопрос Интересный Но Может Называется Но Это Уже Вопрос Который Надо Обсуждать Не на уровне Есть НЛО Или Нет Это Уже Не Вопрос Вопрос Находится На уровне Это Есть Что С Этим Делать Все А Последний Вопрос Можно А вот Находите ли Вы Свидетельство Того Что Другая Цивилизация Может Находиться Параллельно Нами Ну Как Помните У Станислава Лема Солярис Да Когда Океан Это Некто Какой-то Раз Может Ходят Такие Неслав Лем Один из Моих Уважаемых Мною Людей Он Умер К сожалению Он Дружил С нами С Космопоиском С Нашим Первым Руководителем До Меня Был Руководитель Александр Петрович Казанцев Ну В общем У меня Останислав Отдельно Казанец Он Фантастик Да Он Не столько Он Известен Как Фантастик На самом деле Это Ученый Инженер Ученый Это человек Который Возглавлял Кстати Он воевал На Кубани Между нами Говоря И он Возглавлял Батальон Секретный Батальон Который Использовал Секретные Виды Вооружений В частности Сухопутные Торпеды Это Такая Закрытая Тема Для Историков Копните Пожалуйста Очень Любопытно Сухопутными Торпедами В частности Собирались В 42-м году Прорываться К осажденному Севастополю Не сумели Наших Сдвинули На Керчик Была Катастрофа И вот Казанцев Батальон Казанцева Отступал Сюда На Кубань В общем Это очень Интересный Человек Сам по себе В 2002-м году Недавно Это Извините В общем Опа У нас Трофа Чтобы это Значило Зазывается С утра Было Такое Это знак Я извиняюсь Вопрос Находите ли вы Такие Параллельные Разумы Я просто Немножко Вы меня Именем Станислава Лема Настроили На другой Лаг Если Да Если Серьез Говорить Я Вполне Допускаю Эта Рабочая Версия Она Теоретически Не имеет Изъянов Я имею Теоретически Нет Возможности Ее Провергнуть Но это Автоматически Не значит Что это Так и Есть Значит Второе Я за то Чтобы найти Доказательства Практически Вот Тому О чем Вы говорите Ну Или Доказательства Либо Доказательства Того что то есть Либо доказательства Того что нет Значит Есть в этом плане Кое-какие Задумки Как это сделать Теоретически Пардон Практически То есть Экспериментально Я сейчас говорю Как вы догадываетесь Не о Церне Не об экспериментах С Адронным коллайдером Это Так сказать Отдельная тема Пусть они занимаются Своими делами Я повторю О наших экспериментах Вот Но в любом случае Этот вопрос Он в процессе Осмысления Готовых Ответов У меня нет Так же Надеюсь Как у большинства Ученых А если К слову сказать Если кто-то утверждает Что у него есть Такие ответы Ну я Сильно Сомневаюсь Можно Маленький Тут Существует Опять же Я вернусь К тому Фильм О котором Вы говорили Существует Теория Что Космос Это некий Высший разум Живой организм То есть фотография Нервной системы человека И фотография многих Галактик Они совпадают Они внешне совпадают То есть Вот Какие-то То есть Вот Элементы Нервы Какие-то То есть Это некий Огромный Живой организм Который Где мы являемся Какой-то там Скажем Ну Каким-то там Сосудом Я не знаю Там Нервом Такая существует Теория Абсолютно Поддерживаю Эту теорию Естественно Она не доказана Как трудно Блохе доказать Что она живет На теле Собаки А не в отдельно Взятой вселенной Что ее вселенная Этой Этой Блохи Является Живой собакой Как бы Это трудно Осмыслить Это наверное С точки зрения Ученых Блох Является Лженаучным Утверждением Но тем не менее Действительно Предпосылки Такие есть И рано или поздно Я убежден Как бы Мы найдем ответ Мы все-таки Немножко Более Умные Чем блоки Я надеюсь Еще Можно вопрос О нашем ближайшем Соседе О Луне Вот Считается Что в 10-омете Например Были описаны Очень многие Звездные системы Но о Луне Не было сказано Ни слова То есть Это идет Озрока А не искусственного Образования Плюс Значит Программа Аполлон Была очень быстро Свернута Об этом много Прописали И крайний корабль Который Который Должен Лететь На Луну 18-ая Аполлон Его использовали В программе Союза Аполлон То есть Есть мнение Что Американцев Дали понять Что Луна Занята Сактивутно Луны Так грубо говоря Да И еще Существует А сейчас Об этом говорится То есть Некая Блинная Теория Луны То есть Луна В Луне То есть Что описано В незнаке На Луне Все время Носа Ну Классика Это классика Да Но сейчас Об этом тоже Говорят Что Блинная Теория Луны Вот Это Так Называем Вот Что Об этом Думаете Ну Это Несколько Разных Вопросов Что касается Искусственности Луны Что Называется Это Имеет право На существование Надо думать Надо думать Как это Так сказать Доказать Или Как это Отпровернуть Я Принципиально Не встаю Не на чью сторону Потому что Меня устраивает Любой вариант В любом Из вариантов Я вижу Что Луна Стоит Не на своем месте Даже Даже Если Она Не искусственна Даже Если Она Просто Притянули Ее Земле Я говорю Нет Ребята Вот Этого Импульса Нужен Второй Импульс Вот Это Как бы Азы Полетов Выхода На орбиту Или вообще Выхода На траекторию Не бывает Ну Как бы Космонавты Это понимают Раз Это Годится Раз Это Переносится На Луну Вот Эта Операция Значит Я вправе Предъявить К Луне Вот эти Претензии Я имею в виду Не к Луне А к теории А выхода В искусственном Выводе Луны То есть Иными словами Вывести Такую Любое тело Большое Или маленькое На траекторию Вокруг Планеты Можно только Двумя Импульсами Представить себе Что они Прозошли случайно Там два Соударения Такой случайности За все время Вселенной Не случится Это не может быть Так же Как и не может быть Ну Точнее Вероятность Близится Стремиться К нулю Так же Как Невероятно Совпадение Что угловые размеры Луны И Солнца Абсолютно Одинаковы Такого нет Примера В Солнечной Системе Я убежден Что случайно Он возникнуть Тоже не мог То есть На линейные размеры Я не помню Сейчас цифру Там 300 раз По моему Да Луна Меньше Солнца Даже больше Больше Ну главное Что угловые размеры Совпадают С идеальной точностью Теперь Но тем не менее Это не знать Из этого не следует Что она сделана Там в виде блина И все остальное О чем вы говорите Это может быть Но Но может и не быть Значит Теперь Что касается Того Что американцев Выгнали с Луны Значит Это очень красивая Версия В которой мне хочется Бы верить Но я ни во что не верю Значит Когда я Имел возможность Общаться напрямую Или через людей С американскими Астронавтами Которые были на Луне Я не услышал от них Даже намека На какой-то страх Мало того Мое представление О космонавтах И астронавтах Астронавтах Говорит мне Все Что это люди Которых испугать Сложно Они пошли В космонавтику Потому что Это страшно Это ужасно Но это интересно Если это Чуточку страшнее Это Этих людей Не остановит То есть Вот Примитивные представления Что кто-то Испугался И не полетел Потому что там Кого-то запугали Я Просто не могу Эту версию Принять Надо просто Знать этих людей Другое дело Не дали денег Вот не дали денег И полетели А дали бы денег Полетели Даже если бы там Было известно Что там базовый платят Я уверен Полетели бы В три раза быстрее Если бы это было Мало того Значит У меня есть Вот сейчас Неделю назад Я читал доклад К сожалению Он исчез То есть Его хотели выложить В интернет Но он был стер По непонятной причине НЛО в космосе То есть Моих Мне удалось Получить Там всеми Правдами и неправдами Многие фотографии Часть из которых Публиковали в интернете А часть Эксклюзивные От астронавтов От космонавтов Там Глядя на эти фотографии Знаете Есть фотографии Как бы сказать Фифти-фифти То ли да То ли нет Ну что-то там Светящаяся точка Ну типа как Вот Недавно Недавно Подъездка Что называется Ну точка Которая позволяет Дофантазировать Которая позволяет Несколько вариантов Предполагать В космосе Тоже много всего Такого снимают Но есть фотографии Которые настолько Убедительны Там Они не оставляют Шансов Для фантазии Там однозначный ответ Это корабль И этот корабль Не наш Но Еще раз говорю Эти фотографии Ни для меня Ни для космонавтов Не являются Ни признаками угрозы Ни причиной Ни летать в космос Наоборот Они даже больше стимулируют Поэтому Пожалуйста Не следуйте Вот Такому стереотипному пути Тех Кто Объясняет Прекращение Лунной программы Вот этой причиной У прекращения было Ну как минимум Несколько причин Более банальных Более важных Из которых Первая причина Это прекращение Финансирования В связи с Вьетнамской войной Все После этого Все остальные причины Блекнут Их можно не рассматривать Хотя Если хотите Можем рассмотреть И остальные Но Среди этих причин Той, которую вы назвали Просто нет А чей деклар был Мой А как и сейчас А у вас копий нет? Нет В голове есть Я могу его повторить Но Нормолько в голове Вадим У меня последний вопрос У нас просто сейчас появилась В газете Такая рубрика Как Рецепт От известных людей Но наверняка Путешествовали Попробовали Разные Кухни мира Вот Какие Может быть Любимые Кухни У вас Русская Может быть Зарубежная Любимая Может рецептиком Поделиться Я очень боюсь Показаться банальным Те, кто ждет от меня Там Рагу из акулих Плавников Я ел И акул И этих самых Змей Змей Так вообще Я сам готовлю И кингуру И китов Ну в общем Короче говоря Но я так говорю Без А что самое вкусное? Да пельмени Самое вкусное Домашнее Ну конечно Да Да Важное замечание Важное замечание Всегда вкусно Если голодит То все вкусно Поэтому Мы даже кузнечиков ели Но это больше Знаете Больше для Впечатлений А не Голодухи А так У меня были Случай Когда Риана Выходил в тайгу На три дня С одной банкой консервов По пути идешь Там что-то кушаешь Ягодки Там всякие Эти самые Шишечки Там всякие Ну это не является Чем-то Сверх экстремальным Которым Это нормально Ну зато Потом приезжаешь В хлебосудный Краснодар И тебя закармливают Тут шашлыками Вчера мы Два ночи Только Закончили Еду Вадим А есть блюдо Которое Любимое Сами готовится Ну сам я Опять же Очень непритязательный Видим У меня нет Абсолютно Нет Того Чего я не ем Те кто Меня кормят Знают Никаких Абсолютно Нет Всеядных На сто процентов Вот Не ест дельфинов Да Дельфинов Только Я не ел И принципиально Ест не буду А лебедей Ну тоже Я же Не злодей Какой-то Слушай Не демонизируйте Меня Пожалуйста Вот Я меду Тех Кого я ел Я сам Не убивал Я кенгуру Не убивал И акул Не убивал Вот Вообще Никого не убивал Если честно Хотя Сужил На границе Перестрел Как участвовал И змеи не ладил Да Ну ладно Про змеи я умолчу Но змеи это змеи Они первые на паре И кстати говоря Змеи я ел Только ядовитых Только те Которые приползали в ладу Сам никогда не охотятся То есть они первые начали А вы говорили что готовили Поделитесь рецептом Как готовить змею Она на рыбу похожа по вкусу Да Что будет змея Значит из курицы Тоже можно готовить Это как альбина Как курина вкусно У меня вот так вот Как рыба Мамонта я ел Мамонта я ел Это да Не живого конечно Он умер давно В расколе Замороженое мясо Да Замороженое мясо То есть траганина из мамонта Да А где в Якутии Ну естественно А где еще Не Ну что Ну как Ну живое 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 Это только ради впечатлений На я съей Так же можно Как перемолотой древесиной То есть никакого вкуса И никакой питательности То есть опилками Вот можете Забить желудок Примерно такой же вкус Но возвращаясь к змее Вот какую змею готовили Да И вот Я готовил только ядовитых Да Готовятся они легко Удаляются Говорим Короче говоря Берите яичницу Готовьте яичницу Берете яичницу Ну все-таки Все-таки Да Экзотический рецепт Моего Николая Надо Соретовать Да Читателям Что Значит Берете ядовитую змею Отрезаете голову Откидываете Очень далеко В кусты Туда Куда Никто Случайно Даже случайно Наступить не может Потому что ядовитая голова А пар Представят Опястность Минимум Шесть часов Минимум Вот поэтому я слежу Затем Ну чтобы случайно На нее кто-то не наступил Лучше ее закопать Вот Ну да Да Лучше закопать Или в муравейник закинуть Значит Разделывается Доль Снимается шкура Разделывается Дольками Вынимается Требуха И на Костре На На сковородке Желательно Со специями Со специями С мукой И в результате Получается Ну в полевых условиях Естественно Это вообще идет На ура Ну что-то В общем Долго готовится Нет Нет Это очень быстро готовится У нас в лагере есть Возможно Змею приятного Ну еще раз говорю Только если Она сперва Нападет Я сторонник Ну вот Я делаю Конечно Нападами Да Вот там Женщина укусила Змея Или там На острове Русский Например Нашего товарища Укусила Ну что называется Раз так То Она идет Она приглашается На ужин В качестве Сыновного Греб Да Примерно У вас У вас один элемент Отсутствует Вот Крой змеи Хорошо смешать связки Но у вас Слой закон Да В этом плане Но вы же сказали Что за пределами Экспедиции Может Нет Я этого не говорил Я Просто Как бы вам Я это не запрещал Я считаю У каждого Есть свой выбор Что касается меня Я не пью совсем Я не говорю Что все должны Следовать Моим приказам Или моим примерам Ну это Это мое Мой такой Вообще Я вообще не пью Да Ну никаких наркотиков Не кури И так далее Поэтому Опять же Если вы Увидите в интернете Там Какие-то Фотошопы На тему Я держу сигарету Или что-то там Вроде Проверьте Четко Автор Это означает одно Автора я выгнал за пьян Вот сто процентов Даже годов Не ходили Если такое Плетут про меня Значит Задел я кого-то И по делам Даже если бы вы курили Наше впечатление Неизвратилось бы Мы хотим передать Вот я как раз Выяснила Силю Когда я телекончик Да Силю Тоже он Любитель Полот Любитель И у него есть Метеорит Как он утверждает Вы говорили Да И много камней Вообще коллекция целая Там что-то может быть Интересное Для вас Много Хорошо Хорошо Я Со ссылкой на вас Постараюсь С ним поговорить Я его предупрежу Хорошо Хорошо И предупредите Так секунды А все Все правильно И предупредите Я не обещаю Что мы к нему заедем Но если Как бы сказать Уместно Чтобы не получилось Чтобы Мы приехали А там Не знаю Не ждет Ну в любом случае Контактами Вы обменяете Вы по электронной почте Будете обмениваться Ну здесь только телефон Электронный кинет Это я вам потом Подпишу Хорошо Хорошо Договорились Ну в любом случае Отправим Вам на кровное спасибо И человеку тоже Я всегда людей благодарю Ну люди постарались Снимали Присывали Не важно Это подтвердилось Или нет Все равно Они старались Спасибо вам большое Спасибо Вы рассказали Каждый раз Встречаешься И думаешь Ну все Еще в руках На полях Рассказать А оказывается Все новые Новые Интересные факты